так для тех кто записи смотрит это какая-то там шестая седьмая часть трансляции x чем x-ком на четвертом уровне сложности легендарной и без сейвов я попробовал создать новую игру потому что хотел проверить как моды подгрузились или подгрузились к сожалению в текущем трое у нас нет модов от лонгуора но скорее всего я если буду потом перепроходить с модами или с лонгуором это будет уже позже после патча оригинальной игры виде плеер физически работает там же где и гудгейм плеер нет другие железки другая инфраструктура в этом как раз одно из отличий поэтому если что-то с геймом виде в данный момент другая другой принцип хотя территориально расположены в тех же самых судах и стойках в давайте сейчас вспоминать вообще тоже подзабыл немножко что было разведданных 221 отлично плазменная винтовка 6 дней обучаются психи копаем месяц снова через 21 день энергия есть и можем инжами и апгрейдом реле питания сделать контакты на максимуме но опять же можем сделать сейчас я гремлина могу сюда поставить до гремлина я пожалуй перее не не буду переводить гремлина пока я могу греблина перевести например из из центра военных технологий в станцию связи будет еще побольше контактов сделана защитная матрица как раз на случай если нас будет бомбить одна из самых опасных миссий вообще в игре прокладка из плава адвента это у нас арморы повышенное количество хп в активных событиях что касается инженер очки я кажется заморозил какие-либо до проекты в зоне испытания я жду когда мы наберем бабла для того чтобы сделать уже армор специфичный топовый то есть два армора для хэвика два боевых костюма и один костюм призрак для штурмовика как минимум а экспериментальные боеприпасы гранаты броньку и тяжелое оружие пока заморозили потому что мне два ядра и лирии как бы не очень хорошо тут ядро нужно по штучке на армор в исследованиях огромное количество разница поддержала максимума сарича рублей спасибо димакс спасибо за этот триллер триллер мандер мы видим все браток он даже зачитал смайл братка браток гремлина в зоне испытаний дает 50 место ста инженеровских опачки буду знать хорошо когда будет когда будет потребность быстро сделать армор я инженеров сделаю ротацию короче говоря так что касается ну пацаны у меня все здоровы слава богу психи учатся я хотел кого-то переучить я хотел хэвика переучить на разлом брони но они некоторое время лечились после прошлой миссии я предполагаю что следующая миссия я не успею в общем переучиться до того момента как начнется следующая миссия поэтому лучше отложить а вот она сейчас она даже сейчас рейд за материалами вот она миссия так есть на штурмовик разведка есть два специалиста окей один снайпер и 2 хэвика причем хэвика 1 я меняю нет я не меняю ни одного хэвика остается тэйка тэйки дадим вместо третьей гренки точность у них хреновая и можно медикит всучить еще бм патроны дать я бы штурмовику вместо этого дал вместо брони которая регенит может быть имеет смысл дать и люху тэйки титану учитывая то что он и точный дать уже пульки нормальные сделаю чаще попадает просто передам получается и люху и люха моя комментатор до иллюзиям только вот какие патроны актуальны сейчас скорее всего дракон вообще нужны конечно бронебойные или м патроны но бронебойных я не нафармил м патронов тоже в единичном экземпляре как-то так качать мы должны с вами всех кроме титаны кажется только у него полкан до остальные все майоры капитаны да хорошо экзоскелет да кстати экзоскелет нужно тэйки естественно забыл совсем там были ранения просто я передавал муну экзоскелет в прошлой миссии поэтому конечно лучше дать экзоскелет разница в единичку здоровья но дает сразу же тебе ракету а ну тогда слот у нас забивается в таком случае не стоит гранат хватит пусть лучше будет и люха чем ракета светошум светошум патроны а это патрон на точность получается слона до трассирующая до меткость тоже надо менять будет персональные боевые модули нужны главным образом на точность и конечно же апгрейды для оружия в первую очередь револьверу чтобы три заряда было дополнительных вместо одного поехали чё ты совсем не стройная в этом ну как не стройная смотря с чем сравнивать ты хоть и тяж но там энерго броня в обтяжечку я думаю все нормально третьего хэвика можно переучить да там бриус он и так уже с правильно учиться насколько я помню так и ликвидировать врагов и захватить материалы но эта миссия как раз вот типа фарм для фарма то есть тут много материалов много сплавов ты маскировки нет ограничения на количество ходов это это тип миссии на мой взгляд самый халявный в принципе поэтому разогреваемся на ней так вижу возвышение для снайпера хорошо бы туда забраться конечно же у меня еще курсор выходит за границы опять поэтому я быстро в настройку такую делаю а и двигаться мне нужно вот вдоль дороги то есть легенда следующие есть поезд который остановлен собственно и с материалами самыми разными и мы тут приходим на зачистку пришел называется не очень удачно там дальше при все да ну все так все добегаем раз револьвера подводим под прыжок на тот может даже все таки направо его хотя холм будет мешать нет револьвера надо на холм сажать это да это да браток ок вообще специалистов надо на полную вести за укрытие если есть такая возможность что у них и так овервочи есть этим всегда на чеку опа очень халявный опа сектопот ха ха только хотел сказать что халявный пак но это действительно халявный что там офицер один и и у него с подручный один ерунда они пак я даже его пуле сначала не буду хочу проверить сперва если там кто дальше не видать а вот и есть еще один халявный пак щит и офицер ну посерьезнее чем предыдущий но тем не менее можно ли револьверу наверх прыгать поэтому да уже можно главное за ковр сразу сюда хоп то есть право его из-за полу укрытия не заметит в этот ход а левый не заметит потому что что может даже в этот ход их соберем но чего я думаю не давай следующий следующий не будем выпендриваться спокойно ничего не подозревают и здесь тоже думаю флангануть они не смогут то что просто не видят то есть они достаточно далеко находятся но уже как бы на 2 на 3 уже с фланга обходят хотя нет даже даже не обходят окей предлагаю начинать начинаю с наверно с метково а я спулю скорее всего сразу двоих да я спулю сразу два пака в таком случае справлюсь ли с двумя паками справлюсь назначен сейчас посмотрим кто куда пойдет еще эти вперед идут может даже слева надо будет начинать а второй по назад пошел окей ладно сейчас будем тогда мочить козлов сигтопод там шумит так у павла кузнецова артиллерийский есть и наверное начнем без overwatch и и так сойдет как говорится или тогда давай поехали четырех человек убить за один ход это уж несложно раз бронь сняли урон нанесли ценные гранаты не потратили плюс еще ход будет у меня у хэвика так подбежал раз подбежал два эти спалились тоже как и ожидалось привет граф дракула надо чаще в чатик заглядывать так тут в общем-то 70 от братка можно сопресс но я думаю что и так сойдет и так справимся отлично минус один титан нельзя килсов давать да я хотел не хотел давать тут флангануть можно раз тут флангуется вообще от револьвера 2 насколько я понимаю да нифига а кто его фангу этого флангует штурмовик 99 крит крит выше чем точность поехали попал убил хренас 2 один с хитов нифига себе не плотный да я правда проявился сразу же ты и может флангануть этого товарища но не факт что добьет тут разлом скорее всего разрыв причем по по плотному каком-нибудь да вот по щитоносцу разрыв ну нужен урон просто хороший а урон из крита вылезет хорошо и там осталось у него буквально 31 хит один три хита да я помнил что нечетное количество в принципе сейчас можно револьвером добить скажем скажем просто добить вот этого товарища гарантированно раз у него будет смерть небес тогда еще он сможет выстрелить из пистолета по кому-нибудь из ближайших лучше по дальнему конечно выстрелить потому что армор поглотить значительную часть урона если он будет стрелять по 4 армора что у револьвера урон вы сами знаете какой там 45 всего лишь магнитного по крайней мере так остается двое в общем то одного бы флангануть конечно же фланга не будет протоколом атаки вот этого скорее всего убьем протоколом нападения может обойдемся таки слоном слоном же надо стрелять давайте слоном ему же экспо нужно сильно не подхожу для того чтобы не дай бог там никого не спалить фланг 100 процентов 40 крит убиваем товарища со щитом я вот жду когда слон апнется и остается у нас два человека для того чтобы бить одного в общем то можно гренку закинуть но да можно конечно флангануть но я боюсь что там еще пак будет это можно сопреснуть его просто сопрес меткой пострелять тут метки только тейки нет какая вероятность под фулл кавером ясно давайте стану тогда все таки там будет полу укрытие для него у него точность больше больше чем у той на 86 отлично пофиг что надо было конечно сначала ты пострелять вот это глупости я сделал такое бывает поторопился ты гляжу по сложному пути прошел сначала бром бром потом оружие а вот не считаю что сложный путь потому что основа это как раз чтоб на миссии летали голум поддержал ваш канал сумму 100 рублей голуб привет привет я стишок придумал про золотую рыбку давай вот послушай ловил вчера рыбку я в чистом пруду мне солнышко ярко светило поймал золотую твои но и тут вдруг размолилась рыба на я и говорит мне моя и ушел но почти с выражением читает этот мужик так о чем я а сложный или легкий путь я раньше проходил именно как раз с приоритетом на оружие но наверное не сверх важно чтобы ты не не получал повреждение сверх армора ну то есть сверх того что может поглотить защитой потому что у тебя офицерский состав долгое время един то есть там 1 2 замены максимум и если ты после миссии теряешь там два плюс на ранений то следующими сити пройти значительно сложнее поэтому армор все-таки на мой взгляд в такой ситуации он более приоритетен конечно когда сэйва есть как бы чем можно и поатаковать так чую маскировку-то не врубил ща маскировочка вперед пойдем снова там фархим отметился еще в чате не вижу пока никого форсировать эту реку стремновато потому что там укрытие только по углам то есть если кто-то прямо впереди будет то я могу на пол хода нарваться ничего с этим не сделаю с последствиями оп сектопод нас ждет есть кислотка есть уже опыт работы против сектопода самое главное еще есть разрыв и есть снайпер с м-патронами ну и пара специалистов которые как бы тоже протоколом могут сделать все как надо подходим раз смотрим никого а там объект скорее всего основная часть врагов находится именно внутри объекта но почему-то я все равно их не увидел блин тут по пол хода я чувствую что близок хотя врагов то все ничего пока было все четыре человека два пака где-то еще десяток опа туре . хайлевл между прочим будем ломать о протокол блокировки уже есть еще все но я подойду сначала а потом буду пытаться ее взять под контроль или выключить лучше конечно ха отсюда я не вижу ухажите деревья ухажит движен клевый так можно подойти еще ближе и можно и в принципе убить снайпером было и наверное даже это про правильный нет редко нужно только для разведки из дамаг она серьезно не доносит меткий глаз и давай не отметки глаз нужен там же еще армор дикий это он показывает что снесет 60 процентов на самом деле он снесет а м-патрон на самом деле он еще больше снесет потому что потому что м-патроны не учитывается этих спокойно ты ничего не видишь узбогойте я скорее всего слона попробую здесь качнуть протоколом атаки туретку замочу и все довольны все счастливы перезарядочка овервочь тут пока овервочь 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 все туретки нет словно когда же ты апнешься то может сейчас туретка жирный здоровенный кредит ну что где-то наш сектопод слева вроде часть разведывали разведали справа видим огромный пак из четырех человек сектопод интересно как они перемещаются подкрадываем ся так чтобы нас не спалили но мы если что на овервоча приняли их но судя по звукам он ходит стало быть и остальные ходят сектопод то один и не любит ходить да пожалуй о и все понеслась короче револьвер провоцирует это знаете как в компании из подвыпивших четырех человек как бы трое не особо хотят ввязываться в ну но обычно один всегда в тусовке есть который как бы не крик не что-то глупником и все и понеслась в общем там уже не разобрать ладно но он хоть выманил таким образом что какой бронер ну тут надо конечно гренки закидывать в щит закидывать сюда вот правда у меня а у меня две же я же две же у братка и у тейки ох где же как же ренджа то не хватает то скорее всего глушение надо будет делать я специалиста переведу ну ультимейт короче разряд конденсаторы вперед ёпыры с этой три архона а а это значительно сложнее в данной ситуации чем вот тот левый пак так а вот теперь михаил ты должен хорошенько призадуматься капец подошел на четыре клетки называется так света шум тут уголов с перезарядки свободный до полюбасу это надо закрывать 4 выстрела делать скорее всего надо валить отсюда будет простым света шум и люху все кидать блин бобра спалят хорошо как мы можем отступить изящно точно отступаем да точно ты не сможешь за один ход их минуснуть так что отступаем на фул блин титаном full кавер полу кавер здесь ходы отстреливаемся скорее всего или стреляем и ход но стрельба кажется не приносил это нормальных результатов то что я тупо не доставал фул кавер да у тебя артиллерийский ты можешь там зарядить как-нибудь а вот так можно зарядить смотрите-ка давай первая рокет ракета пошла ну броня урон там как бы все равно у меня пол хода есть у братка чтобы отступить отступаем бобра тоже светошум есть здесь илюха ты скорее всего будет кидать илью вопрос только куда кого мне нужно отвлечь мне нужно архонов отвлечь так погоди 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 может все таки если светошум то нужно отступить и светошум причем отступать нужно скорее всего а у тейки еще нет артиллерийского то есть ты отступает ориентировочно вот так увы чтобы там не спулить и отсюда кидает илюху да в любое место тут его и так видит сразу парочка и он два максимум три выстрела выдержит давайте сделаем так чтобы его увидела трое главное чтобы его сектопот увидел вот сюда вот мы его кинем да беда называется переживи ход против семерых не получая при этом ранений блин так это 2 хэвик отходил процент захвата секта будет где-то не процент захвата процент блокировки будет около 50 процентов этот вариант я даже не рассматриваю так здесь я хотел отступить за full cover и кинуть светошум правильно а вот фиг знает фиг знает потому что с этой позиции ты светошум до дальних не докинешь а до ближних там сектопоты как бы ему пофиг и варианты отойти протокол защиты например отойти и разлом никого не убьешь отметается сразу же давай это отойти светошум или отойти и протокол протоколу соответственно на титанов потому что у него полу cover против 4 которые слева а а я слушать светошум я закинул на троих я видел что там был добыл range я видел там где курсор был этом накрывал прям это был баг скорее всего был баг давить он сначала появляется в нужном месте там исчезает ренджа не хватает так светошум ни до кого не достает и разлом тоже ни до кого не достает блин вот штурмовиком надо будет вообще очень внимательно то есть что мы делаем мы протокол помощи делаем протокол помощи причем еще с ответочкой да у тебя нет да огневая поддержка нет у него как раз не то так а если если блокировку хотя бы оценим сектоподом ну допустим допустим там чудо будет какой-то привет ромео конус от ревы не зайдет понятно что конус от ревы он уже этом с конусом стоит на 41 процент это не вариант то есть по сути да по сути мне нужно протоколировать человека который увидят либо это штурм бобер это вполне вероятно потому что штурма видят как раз все и штурма точно надо отводить он с палец и так в следующем ходу идти дальше риск спулить пак но нужно как-то на себя часть внимания отвлечь и желательно сделать так чтобы мимо тебя проходили чтобы ты нарезал много хотите михаил очень много вы хотите то есть ты должен отступить кинуть светошум в группу ориентировочно архонтов потому что нам сектопода светошум не действует эту мелочь там частично сгорит кто-то не увидит кто-то кого-то рева снимет то есть нужно скинуть светошум на архонтов можно сюда за full кавер зайти для архонтов это будет приоритетная цель отсюда мы светошум на 3 закинем да отлично палимся протокол помощи пошел плюс 30 очкам защита благодаря от гремлину и светошум сюда я не вижу к сожалению третьего архона но кидаю просто на максимум чтобы задеть надеюсь что я заделал и третьего дезориентируем поехали есть задели третьего справа все ребят с богом молимся овервотч револьвер с конусом арк 3 архона дезориентированы и товарищи полетели до час будет 4 выстрела плод бог титанчик попадает первым молодец это не так то просто парахонта револьвер сверху простреливает его уклонение срабатывает сейчас илюху будет стрелять пока нет илюху да ладно тихо есть полуукрытие но двадцатка но еще тридцатка сверху защиты добавляется отлично это тоже скорее будет стрелять по по полу кавру а по илюхе уже стреляет да тут опасно блин 8 хитов капец илюха выдержит два хода только два попадания еще один овервотч от револьвера мажет там минус там защита вархонтов хорошая и по илюхе второй выстрел все минус илья да его хорошо что пофиксили илюха видите он теперь не спасайте на целый ход сейчас будет самое интересное сектопод который подставляется под револьвера с его м патронами даже несмотря на 4 брони должен при попадании десяточку снести если бы блин попал и он идет кого кого мясорубочка ну курите с него скотина у меня штурмовик без full cover теперь сейчас трое чуваков слева ну хотя там им нужно сильно обижать по кому будет стрелять тихо тихо это что за хрень так это еще одно действие от револьвера на действие сектопода или нет или он пытается не важно короче он промахнулся все равно нет это он милишника милишник еще оказывается мимо и и протокол защиты не мое еще два хода один щитовик но он будет о еще мясорубочка на на скотина хорошо это взрывы на ксдхоз разбегайся подходит щит но скорее все сделает щит это понятно у него такая задача его в первую очередь конечно надо мочить будет там огонь и стрельба по штурму до низ фланга и как бы маловероятно что попадет easy пострадал только илюха работаем а вот она вот она атака по области куда он видимо светит там будет жесткая ситуация револьвер со свободной перезарядкой окунь есть метки глаз хорошо так я бы штурмовиком побежал сразу вот сюда фланговать этого чувака и просто просто сразу пробивать его овервочи нет нет поехали то есть штурмовик себя отлично чувствует в тылу врага 80 процентов крит надо попасть конечно без крита без крита 80 процентов крит только щит снял капец слоном скорее всего надо будет светошумовую второй кидать также вархонтов хотя видите они все равно даже под светошумом попадали браток уйдет скажем сюда под full cover закинет аое чтобы задеть секта пода но этого задеть еще хорошо было бы убить но сначала блин надо убить с того упыря как ты убьешь снайпером что ли простреливать жалком так это архон сто процентов секта под сто процентов элитный копейщик не интересует элитный солдат не интересует а поэтому всего 74 понимаете обычный выстрел это не убью я его или забить на него убивать секта пода в этом ходу я могу кстати его убить ну армор снимаю раз убиваю сплэшем 2 светошум кидаю светошум у кого чувака с разрывом хреново может подстанет попробовать с этим специалистом титана нужно гарантированно уводить скажем вот сюда за full cover то есть полюбаса нужно уводить отсюда его а тут вижу не не будет в общем сюда выводим и попробую сейчас ультануть уже все-таки полкан до задевает только двоих в общем то это тоже неплохо если если шиндарахнуть туда хэвиком и закрыть так то да давайте а хэвика наверное сюда заведу на только он секта пода не будет видеть из-за а зачем мы вообще уходить может рейнджа там не хватит скорее всего не хватит давай лучше делаем сразу как надо раз бах все кислотный ожог тот от кислоты умрет у секта пода армора нет сейчас еще одно действие у братка но тут скорее всего под сопрессим кого-нибудь я уж сомневаюсь что нужно уешать тут по и архонты беспокоят ладно там штурмовик на получает это надеюсь выживет вопрос в трех архонтах и ходим блин я точно нет нет я не смогу никак а если просто дезориентировать при помощи ульты этих троих этих троих ты тоже не дезориентируешь только двоих да и лучше конечно же так стоп думай 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 если сделаешь разрыв то это сразу ход завершит тебе нужно во первых уйти с линии который тут секта под отметил только непонятно куда потому что я не ни разу не видел как он стреляет из этой пушки но рискну предположить что это как у хэвика конус вот такой вот идет вперед то есть даже эту штуку фулкауэр может не задеть поехали я реально сейчас сектопода могу положить если бы использую разрыв то точно положу но я хотел бы ааа косяк все я походил так что светошум ляжет только на двух архонтов а не на трех как хотелось бы метки глаз по сектоподу да точно точно м патронами с ними точно если будет все-таки разрыв то а как ты пока сколько у него это вообще осталось он показывает что ты снесешь без м патронов 1618 то есть ты его ваншот ниш фактически без каких-либо телодвижений дополнительных да ну да ну а чё стреляй тогда что там 25 урона что ли сейчас летит я не пойму как действует 16 нет то есть он показывал уже реальный урон приехали то есть патроны учитываются клёво у него защита от взлома снижена я попробую титаном оценить вероятность взять под контроль сектопода еще не под контроля его его выключить нет фигня все равно с навык 140 как бы пофиг так что чтобы его убить я должен сейчас слоном критовать если слоном корритует то я не с другой стороны могу два сопресса на архонтов сделать правильно могу и отлично давай тогда не будем выпендриваться делаем здесь не светошум а разрыв для этого здоровенного сектопода вот сейчас он показывает неадекватный урон то есть 5-7 а будет по факту в два раза больше ну было больше не показала насколько больше в принципе сектопод от яда умрет если кислота на него действует сапресс я могу сделать на него и на элитного как бы не очень хорошо можно попробовать кислоту да за ничего не получится этот тут сапресса нужны или овервочем сравнение достреливаю уже ни до кого кроме короче хреново все может вырубить тогда дезориентировать с конденсатором хотя бы двух архонтов да почему нет этих двоих или тех двоих кто опаснее опаснее эти два для чувака которого они флангуют плюс от еще биты да тут и уроны и дезориентации возможность еще оглушить разрыв после выстрела ну я патроны неправильно время я думал что ну вообще ваншот нет он не ваншот ну так щит убран щит убрана дезориентации будет вообще нет что-то я не понял вроде у них какой-то дебаф есть можно перестраховаться сектопода убить так чтоб наверняка да давай все равно делать нечего сапрессить левого товарища смысла нет убиваем сектопода а то он еще стрелять там мог зачем нам это безобразие а тут наверно просто просто блин уверу очень просто с богом сейчас будет дичь до дезориентация есть умер один добивание сработало нифига себе минус один архон а у кого добивание этот так минус от кислотного пятерка хорошо сейчас штурмовику достанется конечно этот архон самый опасный хэвик стреляет по нему метку ставит но больше там некому подбежать он опасный потому что он не дезориентирован он фуловые стреляют точно а пылающие перья окей ничего не сделает то есть на следующий ход только придет при вернуться его перья поэтому все нормально второй архонт отступает вообще и в там возвращается в общем тупит вот здесь интересно просто с фланга скриту им до крит не прошел хорошо сейчас 2 будет но 2 обычный он горит еще и он стреляет не с фланга то есть крита не хотел сказать что крита не будет но как бы оттуда вылетел крит икс чем блин вопреки вероятностям ну как вы понимаете у того было где-то 50 процентов крита 50 60 а у того пятерочка на десяточку максимум и вот на револьвер стреляет в того в кого гарантированно попадает да 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 здесь свободно есть перезарядка есть до штурмовика уводить даже не стоит там пытаться сражаться архонт не может быть на овервочи поэтому просто валю увидел там архонта на секундочку здесь меняем позицию подальше от перьев скорее всего той куда надо поставить поближе чтобы она была более приоритетной целью для тех чуваков которые оттуда побегут ну чтобы штурмовика нашего под сэйвить к сожалению сапресс сапрессить некого я хочу парахонта пострелять хэвиком поставить на него метку и после этого его уж добить давай 73 метка добрый вечер заметил без спорт хэвиков плазменный гранат после вскрытия андромедона бесконтактные мины которые дают разброс срабатывают да мины хорошо потестить но я этим не занимался вообще ни в одном из строя к своему стыду так титан час соточкой пархону тоже попадает мины которые дают урон без разброса срабатывают сравнить соответственно пуля и на момент броска доход противника класс это круто звучит по крайней мере очень классно так интересно какой ауе у этих перьев кажется все таки плюс клетка слона продолжаем качать тут у веру очень просто ждем 3 огонь там один горит щит убран падают перья укрытие убрались вот это косяк что сейчас я могу фланг получить но тейка стреляет молодец после этой миссии обязательно хэвика на переучивание ты попадает на семерку умница еще кислотный ожог ой как как хреново стреляют по те отлично то что я хотел как раз чтобы если попали то попали по ней у нее арморы хп а вот штурмовику и так уже достаточно а сейчас по штурмовику блин потому что тот достаточно далеко от той видимо ее не видит но так бы он просто выбрал более ну цель которую проще поразить архонта убьют все я лучше наверное элитного солдата и револьвером прострелю плюс у меня будет тогда выстрел из пистолета а вот я достану до архонта еще с после срабатывания этой обилки вряд ли достану никак не достаю просто перезарядку тогда сделаю хочется обойти товарищ который прячется за углом но это увы нереально сделать браток или ты их я уж не знаю кого мы тут выберем браток у него голографическая подходит и стреляет по архонту опять же для того чтобы метку поставить и дальше выбираем кем добивать может быть кстати даже ты дадим задачу взорвать обоих глядишь тут укрытие уйдет понимаю что это скажется на количество да понятно а все равно давай только вот так попробуем убрать крыло это вряд ли это вроде такая массивная конструкция это транспортный корабль они от убрали смотрите убрали крыло это очень хорошо тогда чтобы было все совсем хорошо до supply supply он говорит что материалы слонов опять же фармим добиваем 4 хита у щитовика здесь бобра можно под подку есть повышению слона наконец-то наконец-то получилось свобода есть перезарядка нет просто перезарядка давай тогда протоколом его но придется мне михаилом добивать архонта а это медикой заградить 74 это фигово или не рисковать просто тупо отступить там не повезет ну ваш ход архон кислотный ожог ну если подойдет то мечом может получить еще может под револьвера подойдет под веру очень я решил свалить просто кстати он сваливает вправо и это значит что скорее всего там еще один пак у них же инстинкты самосохранения нормальные они вот пожалуйста еще пак очень простой пак милишник плюс один архон этот когда выходит тебе секта пот и три человека еще нормально как бы терпимо и когда к ним выходит еще три архонта вот это уже хреново вот это уже как бы сигнал можно сказать подхожу попробую зарядить туда сразу и у снайпера угол есть еще серию бы хорошо снайперу а луты еще не было стоп 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 погодите во-первых пархонту слишком много урона а если с с метким глазом маловато разрыв там не откатился случайным один ход да ты справишься по элитному копеечку словом стреляет это раз потом элитного копеечка добивает о особенные действия еще элитного копеечка сначала добивает револьвер лут есть с пистолет он вроде как достает до еще одного архона так слона больше не качать получается да а кого качать всех остальных качать отсюда подходим метим уже можно взрывать учитывая что лута мы достали это еще разок тейку качаем это последний пак я полагаю раз-два-три-четыре-пять браток стреляет но маловероятно что попадет но попал а кроме слова еще кто-то остался или не остался только штурмовик да только бобер ну бобер то тоже может вот отсюда только увидит если попадет отлично тоже а бобер уже апнулся тоже ладно давай пробуй и у нее 6 хитов ну хотя кислота его добьет и так то есть разрыв разброс 57 плюс кислота еще 35 консер все зона чистая но у нас минус штурм где-то на две недели 14 человек сейчас сразу же сразу же берем одного хэвика ориентировочно бред окея и переучиваем его hello чумандер говорит скридс привет добрый вечер так у меня получается два лава лапа на этой миссии до слон и бобер неуязвимость или глубокое прикрытие если в течение этого хода вы не атаковали автоматически глухой обороны если убивать противник сам ходу атака следующий не попаду неуязвимость там механика мне по крайней мере понятно ну а тут тоже еще разряд конденсатора меткость 93 плюс 20 все специалисты в топе опа модифицированный приклад и 2 единички и два модуля уклонения 33 у ультраподвижность лучший персональный боевой модуль штурмовику бы дать у нее кажется плюс 2 клетки маневренность уклонение будет ну считайте что на вас постоянно а это нет уклонение другое сокращение урона да отлично трупы кристаллы материалы сплавы в общем награбили на воровали идем переучивать пацанов центр военных технологий и и все-таки кузнецова братка переучивать будем сколько на это нужно 10 дней всего лишь привет вам перчик так винтовка скоро будет я вот не помню я летал в этом трае на черный рынок не не летала видимо видите ресурсы доступны инопланетные лири этот разведданные еще не собраны давайте разведданные потом в этот тут буквально полу полутора суток осталось готова мало 43 разведданных единицы я посмотрим какие модули и какие апы для оружия есть на черном рынке инопланетные сплавы труп архонта сектоида вот сейчас мы еще денежек труп архонта труп сектоида нельзя продавать а вот сплавов я бы сплавил чутка самое главное что купить о ультравосприятие это точность топовая ультра скорость соответственно опа улучшенный расширенный магазин это же плюс 3 или плюс 2 это магазинчик улучшенный расширенный кажется это плюс 3 вообще то есть это то что мне нужно ультра скорость или ультравосприятие ну хотя есть не лучше на один модуль это восприятие конечно точность класс не давайте ультравосприятие стрелки такие классные что ух разведданные еще есть на подключение пара регионов так что этого хватит самое главное сейчас во первых поставить нашему замечательному снайперу с конусом с великолепной точностью 120 у него 20 меткость улучшение оружия вместо размера магазина плюс 1 размер магазина плюс 3 вот этот топич еще меткость до пятнашки дать дотянуть и будет вообще замечательным дальше что у нас по кому особенно важно специалистам важна точность титану и слону как у кого-то ультравосприятие двадцатку же есть у титана у слона что метки есть но слабенькая тринажка а что можем дать плюс 20 ради 17 ради 7 стоит ли давать ну 7 это будет 120 это будешь на всех овероочек попадать хэвиком конечно можно дать особенно хэвику с который стабильно стреляет и броню пробивает братку наверное я дам пока у него уклонение пусть будет метки браток плюс 20 6 меткость 94 плюс 15 хэвик который тоже большинстве случаев мазать не будет так и все больше я не покупала есть улучшение оружия с гарантированным уроном плюс так расширенный магазин то я могу да есть урон при промахе двоечка урон при промахе лучше конечно давать тем у кого с точностью вообще беда например психу даже нет психу лучше воли наверно не забей не дам пока овер не минус 20 точность на 0 7 прерывки и того меньше понятно не так как и раньше жалко плазменная винтовка скоро будет готовы деньги и вроде сплавы солериумом есть для нее это будет конечно классный об сейчас я бы хотел собрать ресурсы потому что в партизанской школе да и там на защиту на турельки в общем нужно собрать 360 за три дня будет бабло пошло так доступен новый персонал игнорим и сейчас думаем что делать тут бонус ва-банк объем поставок скорее всего буду двигаться в сторону нового объекта адвента да и тут черный рынок пожалуй пойду сюда а почем ночь контакт максимум до 80 сейчас мы тогда инжа перекинем да или питание тебе его не взять сюда не взять только вот отсюда инженеров маловато я могу не могу добавили плюс 4 контакта сопротивлением ничего себе а гремлин добавляет всего плюс 2 а инженер плюс 4 ухо какая халява оказывается но все эти контакты есть то есть европа полетим разведданные 80 до то это еще из первой части ты генерал сообщение как эти писали плазменная винтовка готовы ребятушки главное чтобы бабла хватило на это все дело так улучшение отряда лучевой пистолет плазменная винтовка лучевая пушка плазменное копье в общем апгрейд на все нужно будет делать начнем с винтовочек лучевой пистолет для снайпера не актуально вообще ни для кого актуально вот винтовку в первую очередь может и сразу специалисты получат сразу штурмовик получит это для хэвиков лучевая пушка но скорее всего надо будет делать сначала для снайпера плазменное копье вот она плазменное копье для снайпера аж штормовая это дробаш причем 12 дней буквально 10 плава 10 кристаллов и лирия делаем так теперь производство предметов и есть можем плазменную винтовку 500 материалов 50 сплавов 60 лири тютелька в тютельку беру пойдем теперь посмотрим на пушку оснащение у магнитки 5 9 размер магазина 4 тут 79 и в общем то все окажется да тут у нее это никаких других особенностей нет кроме увеличения урона и она у нас появляется у трех людей у титана у слона и у бобра у бобру надо заменить просто его нет и так просто если я заменю я потеряю все свои модули плюс еще ранение короче ему оставим картечку и будем ее усовершенствовать исследовать после снайперки и снайперы та же самая логика но снайпер в принципе не может как бы по-другому персонал без дела она это греблины это не персонал это так хотя я же могу второго гремлина просто сюда поставить место инжа убрать соответственно убрать из зоны испытаний пока стоп а я же могу в зоне испытаний сейчас армор сделать что я туплю он боевой костюм экзо костюм это прошлое боевой этот тот новый а призрака лере не хватает боевой костюм это для тяжа армор и я думал над тем чтобы сократить время изготовления путем привлечения вместо квадрика нормального инженера и соответственно я смогу тогда так что я туплю я взял инжа для того чтобы поменять гремлина в зоне испытаний на инжа да было восемь дней осталось восемь дней спасибо за совет в чатике ладно хрен с вами эксперты так и дальше что дальше мы устанавливаем контакт винтовку апнули исследования продолжаются изготовление есть псих учиться кстати опа вот это плохо дадут инжа дойдут развед данный но проблема в том что у меня еще браток переучивается и штурм не алё придется наверно психа вытаскивается на эту миссию дали говорят пробур опять ну неизменными остаются у нас два спеца снайпер и тяж т.ч.ка на замену штурмовику и второму нормальному хэвику приходит хэвик и псих что это такое в общем снимая предметы тогда ладно снимаю броню тогда сейчас мы хотя бы дадим еще светошимовую нашему психу у кого забрать светошимовую не понял а где светошимовая а наш вместо гранаты должны идти туплю кислотку еще надо поставить хэвиком а здесь пожалуй сделаю жилетик кислотку второму хэвику ага экзокостюмы как будем я думаю да важнее в такой ситуации все-таки костюмы старого поколения но но зато с ракетой хотя у той я оставлю чтобы был маяк имитатор но что прошлый раз и помните к чему это привело что еще забыть я мог я мог забыть апгрейды на оружие апгрейды на оружие меткость 5 урон при промахе 1 мгновенно убийство у титана вообще такие модули убогие урон при промахе можно двоечку сразу ставить стабильно меткость меткость оставим но в принципе прицел то нужен мгновенное убийство десятка не густо не густо так а у револьвера вообще все отлично только прицелом надо покручим на пятерочку да да штурмовик отдыхает это кто это женька вообще вот женьки можно урон при промахе то ждать она хоть и псих но да это мун в замене да ладно нормально так сойдет да хэви хэви ракета да 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 поехали миссия далеко не такая простая как предыдущая кстати у меня автоматик свет не включился блан бур не будет до пяти полканов да нет я думаю что бур сделаем в следующей несложной миссии с полным составом на самом деле уже можно делать его когда кодекс в два выстрела будем убивать вообще кодекс можно в один выстрел убивать когда у снайпера винтовка нормальная будет так что это не так страшно кваз сэдэкс говорит я сейчас оригинал прохожу сложность сверхчеловек стальная воля помню проходили тоже и стрим кажется тоже был особенно если в свое время ночами заигрывался в x-комп 1 это прям нет ничего лучше чем когда тебе там за 30 взять игру с которой ты знакомился в подростковом периоде и ну любимую игру и и перепройти будут смешанные чувства но положительные итак ничоси прикольно набежались очень далеко 12 ходов спасибо хоть дали разведки нет и я наверное сразу тогда куда-нибудь вот сюда вот снайпером запрыгиваю надо туда да я не допрыгиваем ладно в первый ход все равно обычно ничего хорошего ну а здесь есть cover есть здесь точно есть cover прыгаем тогда вижу турельку ууууууууууу хорошо она меня не должна видеть так ну спицы есть стасис есть и кстати еще есть огонь души что немаловажно орион 589 привета тебе так или рядышком еще вышка есть то есть тут специалисты должны раскрыться во всей красе я надеюсь режим блокировки уже можно оценить но лучше ломать конечно титаном него в этом плане все хорошо но начинать с взлома туретки когда у тебя маскировка не очень правильно потому что ты сразу случае неудачи в случае неудачи ты раскрываешь позицию а туретка это не инструмент уничтожения врагов а инструмент скорее разведки и какой-то какого-то танка до своеобразного чтобы чтобы просто у противников была дополнительная цель для атаки ну да ну да с богом первый ход во первых я всегда пода не слышу это уже радует потому что потому что сектопода нет сейчас посмотрим там же у нас еще вышка вышка вещь очень полезная вариантов там конечно очень много по бонусам по штрафам получить данные с инопланетного объекта сразу шанс сто процентов топич для аватара для страховки прям топ-1 и нет риска о неудачном взломе даже сила воли врага на 50 процентов чушь по сравнению с данными об инопланетном объекте я в общем то могу турельку ваншотнуть но опять же это раскроет мою позицию открадываемся пока стараемся понять где еще пакем опаков то не видно на цели уже достаточно близко мэков я слышу и они на ту редкая вот здесь где-то спрыгнули откуда-то с крыши не с крыши так ну что пробуем ее тогда она мешает мне продвигаться дальше я в любом случае спалюсь как только если способ может сместиться влево к заправке идти к объекту основной частью пацанов и девчонок по краешку по краешку же бойцы можно так раз два три вот это уже интересней какая задача очень простая задача подвести таким образом туда хотя бы три человека оп 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 аккуратно обходим ой может наступить может наступить на угол ух ух пронесло не торопись так есть еще с псих со стасизом он показывает что вроде я не спалюсь я ставить редко за спиной да нет ту редко вырубается еще раз повторенно вырубается сразу же то есть любое специалистов ту редко гасит на несколько ходов и глушает проблема не в этом проблема в том что при любом действии ту редки я теряю инициативу то есть это теряю маскировку в этом проблема не в том чтобы что с ту редкой сделать что она типа мне мешает там будет сзади в этом нет проблемы повторюсь ну здесь наверно вы просто закидываем сразу без каких-либо вопросов и наверное я сделаю этот тей чтобы она и подошла вот так и когда нас пулит пак они могут подойти в мою сторону там обойти как-то обычную гранату потому что машина еще взорвется поехали одна змея точно у меня умрет кислотку не хочу тратить она более цены вообще гранат еще бы на фармить змея 1 умрет главное чтоб не и лута не было вот и спулили а сейчас уже этим займемся потом туреточкой вот и они как раз подходит поближе к основной части при взломе оглушение турели ты не палишь только при взломе кого-то из отряда ты палишься понял не знал спасибо большое за ценную инфу архонт не в укрытие наверно туретку я буду снайпером просто мочить ему хватит одного выстрела чтобы даже с учетом брони и убить это раз имеет ли смысл ближе подходить я не уверен что имеет огонь души на змею скорее всего хотя лучше давать экспу пацанам да но не специалистам сходя из этой логики надо сделать разрыв на архонта сначала и потом уже его добить той же самой тейкой до тейкой которая ничего сделать не может жене экспо не идет титана экспо не нужна получается брюсом может брюсом сразу двоих не там же лут может быть михаил здесь гарантированный урон есть лично брюс попадает остается одна змея которую лучше всего наверно психом убить это можно и титаном разница не принципиально учитывая то что ни тому ни другому опыт не пойдет по машине немножко попал окей хорошо первый пак минус то редко минус мне остается восемь ходов из вот пока андромедона вижу андромедон и кто-то с армором а вот это уже сложнее подхожу хэвиком одним он не полит нифига хожу мне нужно сейчас уже двигаться быстрее полем полем милишный обычный вип и андромедон хочу чтобы подошли чуть поближе особенно андромедон надо в него закидывать да отлично вот сюда хорошо ауи ляжет там фланг возможен этот фланг уже невозможен когда подходим здесь кислотная бомба раз я буду пытаться в один ход убить разрыв кислотная сжёг не хватит мне кислот кислоты для того чтобы того а у меня разрыва же нет ё-моё да сейчас закидываю обычную гренку да лут потеряется но граната снимет и хп и гарантированно убьет дальнего поэтому не хочет рисковать взрыв машины и добьет машины взрыв бах хорошо слон что может сделать слон не так уж и много его святошум может сделать тут стасис можно сделать на андромедона что я уже вижу что не успеваю подойти ближе это значит спулить с хорошей вероятностью новый пак потому что был только это только второй пак а их тут 45 поэтому 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 а тут кто милишный или обычный хорошо того можно игнорировать ладно давай тогда просто подходить потихонечку на этого стасис тогда уж доминирует там скилл не тот там и пси усилитель не улучшен и у неё всего третий левел даже над обычным доминирование будет чуть больше 50 процентов а доминировать это значит оставить андромедона ходить в этот ход все остальные меня должен подходить а тут можно стрелять по элитному солдатину 76 неплохо я считаю бах здесь подойду просто для того чтобы подойти я не хочу просматривать что там дальше потому что я не вижу ну я специально подошел к такому углу чтобы не увидеть лишнего здесь тоже просто подхожу пофиг пусть стреляет этап от обычный солдат у него не ауе нет ни урона серьезного тут на овервоч ему еще титан ответит без с проблемами я явно недооценил видимо после апгрейда эти солдаты начали наносить много урона взял попал мелочь конечно потому что все таки псих так снайпер точно ждет когда мы андромедона до следующей фазы доведем скорее всего надо походить фланговать тейк стреляет хорошо крит 3 хита буквально кто может снять 3 хита но ожог души евгений как раз может и снять и хп восстановить можно будет и больше ничего полезного она не сделает я не уверен успела ли она пройти подготовку по высасыванию жизни после ожога души сейчас увидим не было пяти хитов у нее видимо нет а лут я слышал звук лута да а вот теперь мы уже стреляем снайпером с его замечательными патронами x2 по механике двенашечка отлично защита от взлома еще снижену что мне делать с дальним и он что-то бесит светошум жалко на него может гренка его под можно его подсопресс просто давайте здесь протокол протокол атаки лучше запустим протокол нападения так тут сапресс на дальнего еще и слон который тоже протоколом нападения а тут от кислоты вообще умрет я могу спалить час просто если выйдут я не хочу я не хочу спулить может не будем рисковать кислота там все дела а я уже не могу короче протокол нападения дак на дальнего для того чтобы если он двинется и хэвик попадет он мог его удобить но я надеюсь что андромидон все таки сейчас от кислоты то того хотя есть подозрения потому что это его стихия кислота вот кислотный ожог на мирных действует андромидон не пугай меня друг ой не пугай стреляет снова по психу не попадает господи меня смущает реально у него может не действует кислотный ожог иммунитет век живи век учись капец подходит к тэй удар уклонение сработало и броня жесть знал бы прикуп как говорится да съел бы сочник надо не действует на него говорит хавок опа первый раз за этот рай мы встречаем никчемный глаз он ничего не делает какой как известно но если серьезно это дичь это дичь потому что я сейчас без кавера у меня тут еще два пацана не это самое не алё лут не собран и вообще я не готов точно илюха точно светошум сюда на него светошум кстати действует я подхожу для начала вот так full cover здесь скорее всего светошум будет от нашей подруги вопрос только откуда кидать тэйка скорее всего кинет илюху могу ультануть тоже куда-нибудь чтобы дезориентировать давай только что слону делать о угол же есть да только только угол это значит вообще револьвера потихоньку подводить будет и револьвер просто метки сделать угол тут особо не поможет мне так а мы можем глаз захватить что ли нет мы можем только этого захватить от андромидона мне толку нет короче хэвик для начала стреляет кислотный вот сюда ориентировочно главное по випу не попасть задача глаз немножко обескуражить раз ну шесть армора как это снимать в общем он же плотный как не знаю кто причем он псионик кислотный ожог действует условно тоже ульта кстати есть я не хочу его так оставлять 50 по мутону андромидон понятно не если кину илюху то может быть и угол стоит сделать да стоит сделать угол потому что там двое-трое могут двигаться перезарядка свобода есть есть значит работаем куда ты двигаешь что ну да как то так закрываем револьвером тут светошум ты скорее всего уходит кидает илью блин я не хочу ближе подходить гренок боюсь и ну надо хэвиком потому что потом уже броню на следующий ход снимать так ладно ты подходит так титан скорее всего андромидона должен будет добить андромидона и наверное кинуть протокол защиты на слона потому что он тут самый как бы там это и рядышком есть но ты по крайней мере армор есть большее количество хп а я могу випом управлять а где эвакуации кстати ой не вип ты пока лучше посидим эти чем проблему в том что я светошумом до туда никак не достает до тех мутонов я достану до мутона и глаза это это будет не стоить выхода из кавера если сюда то у меня флангу этот тупырь так а куда или и кидать против кого или кидать против мутонов конечно же конечно же и так чтобы он был подальше чтобы не было провокации послушайте давайте сделаем так чтобы мутоны прям видели илюху на пределе своих возможностей вот так скажем да что не подбегали там что придумывали а я даже вот так этого кину чтобы шар но слоном надо будет принимать решение я думаю сейчас ультану и даже слоном на пофиг учитывая протоколы наличие двух мутонов так вот разряд конденсатора сделать дезориентации там сидела да давай аркадь аркадь конечно же но тут мы убиваем андромедона дезориентация на мутонов половина хп сняли там просто снайпер еще может хотя бы то на пряд ли убьет так вот на следующем ходу если даже ум ваня морозов ваня морозов я вот не очень хочу чтобы ты ты можешь подойти конечно к выходу и ханкернуть а у нас же еще не фанда не фановна чем он может может попробовать доминирование вдруг подействует а это доминирование под контролем разума нифига себе так кислотный ожог броня ну или уха должен троих пережить по-хорошему не факт что шар будет делать стрелять то есть я не знаю вообще стреляет он или нет он обычно сегодня револьвер конечно с углом начинает настреливать дай бог попадет еще у шара там минус 40 защиты поэтому он дикий да он стреляет неплохо стреляет один хит у ильи остается вот он подходит overwatch отлично и по илюхе стреляет только не гренка хорош красавчик илья погиб но но мы в безопасности так в первую очередь конечно же и подкрепа пошла ой ребята у нас времени маловато у нас маловато времени я скорее всего возьму этого лемминга элитного ой там еще один пак капец все хреново все очень хреново то есть пять ходов мы не чистыми до туда два-три хода бежать там револьвер еще надо им прямо сейчас бежать при этом я как-то попутно должен людей убивать не пуля при этом лишнего на себя это капец ладно мутонов мы допустим рокетом сейчас возьмем не забываем про overwatch возможно overwatch так меня увидят вы видят да как только я пойду увидят можно overwatch грянки снять да если ты конечно доставал а что полуту полута есть клеточка свободная но скорее всего ее женька будет брать да беги подальше сразу плюс светошума не есть она в принципе если стасис откатился можем можем отключить глаз убить двух мутонов тупо и глаз вообще оставить зале ну что вы просто посмотрите у него три брони где-то еще 30 хп то есть это полный ход я должен его дпсить прям вот целенаправленно его дпс должен поэтому скорее всего сейчас у нас будет марш брас ну я же не знаю кто там дальше я вижу щитовика но чертова знает что там реп в реальности еще да и не факт что мне нужно об этом знать сюда нужен рокет потому что я артиллерийским достану конечно артиллерийским тебя артиллерист переучивается дома блин гаранты не чтобы кинуть мутону подкрепить территории испортить смысле гранта есть но я хочу сделать сначала пол хода а потом кинуть мутонов потому что ты понимаешь я могу конечно солдата подставить тупо и под овервотч под пул паком и в любом случае с ними сражаться надо да поехали мутон помни заповедь не убей красавчик сейчас поймем масштаб трагедии ой там двое всего отлично это не такой конечно опасный пак убрали овервотч мутонов тут читовик офицер все равно конечно сложновато будет час тэйкой хотел походить первую очередь а тут нагажена всеми надо обходить справа ладно значит подходим так накрываем плазменной гранатой стараясь задеть только мутон он издевается он вместе с дверью а дверь не хочется сдевать в штамме да пофиг все равно открывать поехали я вижу что тэй не в каври но как бы сейчас это меньше из вот он-то умрет надеюсь этот хорошо у этого один хит это норм значит а вы марии мы ориентировочно делаем стасис на шарп его игнорим снайпером точно точно прям точно начинаем уже бежать просто бежать хотел бы я срезать но не факт что это последний пак атаке по крайней мере никого не спулю слон слон скорее всего выходит ракету в дальнего запускает чтобы снять армор и чтобы его убить чтобы он не сделал щит на еще на офицера и ну ему в общем то тоже в эту сторону надо бежать поехали достаёт кавер уберём да отличном слон слон у него есть разрыв в принципе он разрыва может ваншотнуть того товарища да и он убегает а кто будет он это будет убивать протокол то у нас есть а вот а мы гренка скорее всего вот этим товарищем убьем просто и все лут то мы взяли уже или вот этим протоколом защиты атаки точнее разрыв не получается использовать пробуем перезарядиться на халяву перезаряжаемся делаем разрыв на этого щитовика попал убил отлично то есть тот урон который я мог сейчас крок отлично свободное действие ну тогда святошу можно кинуть в офицера вообще будет замечательно погоди ты можешь протоколом добить и тогда ты сможешь не не можешь протоколом добить можно сканчик сделать но я думаю что там никого уже нет короче святошум на для спасения тейки это раз из ориентации здесь стасис пока не забыл на привратника ход выигрываем вип ждет осталось остался еще титан он кстати с протоколом нападения мутон может взять я пожалуй не буду тратить ход и или гренку лучше я выведу из-под укрытия вот этого офицера чтоб по той даже тот тот не вздумал стрелять то есть я возьму просто и поставлю его вот сюда вот ну чтобы он меня просто бил со спины и все вип сидит ждет с богом глаз тупит а подкрепа забыл про подкрепу а и лишний офицер обычно не лачевка но а но они все в одной группе находятся сейчас мы туда попробуем что-нибудь закинуть есть а у е у специалистов дезориентации уроноглушения главное чтоб они они вряд ли здесь сильно разбегутся тут некуда прятаться довольно кучно встали отлично надеюсь он будет по метку по слону стреляет с фланга судя по всему нас фланга плохо но он дезориентирован конечно и чего все ничего бывает так что я хочу глаз будет действовать это раз четыре человека прямо по курсу есть полин жесть тут пусто еще приятно двигаться вперед да тут гренку лемминг может закинуть машину правда и так горит и от фулл кавра здесь мы не избавимся но вот от этих каверов избавиться можем и да продвигаемся чуть-чуть скоро он из-под контроля вернется что важнее кавер убрать или урон нанести не знаю сколько титан нанесет ой блин а брюс что у брюс пустой под глаз подставляюсь мария святошум только непонятно на кого вот здесь титан подходит тоже на макс будем выцеливаться по по этим чувакам задеваю далеко не всех важнее мне конечно милишный но вот его я как раз не могу дезориентировать не побив своего увы блин кавров вообще нет я конечно буду пытаться там под пол кавером как кого-то ставить обходим мили с фланга и скорее всего на крышу буду пытаться запрыгивать только естественно сначала подойти поближе на полу хода и вот пытаться вот наверх прыгнуть с крюком это и по мобильности топич и по давай 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 еще буду заводить сразу револьвера дальше под угол здания чтобы подальше быть от этого глазом на полу кавер блин можно сапресс дезориентация и половину дезориентации сюда или сюда дезориентация плюс сапресс еще один да скорее всего так сейчас будет только вопрос кого снимать наверное этих снимать гренка и двоих или подожди я же с фланга должен был пострелять слоном правильно правильным по наиболее опасным который глушать может ну стреляет винтовка плазменная точно стопроцентная крит может быть вот и теперь возможно мне удастся оставшиеся три хита гранаты снести если бы их было не 5 а 3 то удалось бы действительным светошум работает только на 3 и не факт что я тогда буду его до короче скорее всего тогда закрывать буду этих двоих обилкой спица сапресс по дальнему отейки здесь буду сапресс тетовый светошум на него же чтобы он обилки не в зал какие еще опции у нас гренку на двоих или гренки но на этого 34 не убьет не до двоих двоих на двоих фланга же нет никакого этом все очень непросто в общем броня сняли 4 урона нанесли молодцы титан ориентировочно вот так дезориентирует хотя опаснее милишник делаем так может оглушим еще а то все дезориентации дезориентации дезориентация может оглушение только на технику а нет это шанс на дезориентацию то есть только 1 дезориентировали вот так вот но есть опция забить на дезориентацию шара и кинуть еще гренку сюда чтобы закрыть уже да это полезно поехали а шар я получается просто сапрешу и сапрешу еще получается дальнего да получается так ты конкиришь ты сапрешишь шар ну посмотрим блин сейчас будет будет дичь кислотный ожог мелочевка этом рядом шаром дезориентация дезориентация на троих чё делать шар что-то мой магическое пуляет зомбарей поднимает да окей это бывает ничего страшного 6 урон нанес правда хэвик вот это неприятно хэвик хэвик да не психуй брюс овервотч овервотч этот убегает и отстреливаться типа будет да по-своему же блин вот так молод ну и сейчас последний будет стрелять но тут под сапрешу не да на самом деле все хорошо все прям практически как я и рассчитывал то есть сейчас стрельба по полу каверу под сапресом это да маловероятно так надо снять два овервотча получается да мы продолжаем игнорить глаз потому что времени осталось мало снайпер может двоих сразу брать который овервотчет 68 а чё так чё так не очень у кавер я мое да и вот думаю сейчас можно протокол езнуть до пробежаться вперед снять оверы ну а потом уже работать спокойнее а как ты будешь снимать все равно тебя у е уже нет да нету тогда револьвером стреляй ты гарантированно практически убиваешь а ты из метки глаз делал зачем ты метки глаз делал давай лучше давай лучше из винтовочки у них по 5 тоже да давай дальнего из винтовки раз и ближнего попробуем из пистолета ну там 45 там рандом уже пошел они там 34 вообще тогда револьвер скорее всего просто бежит вперед так или иначе тут просто перезарядка хэвик вообще ничего не делает я предлагаю ему учитывая ранение бежать вообще вперед есть овервотч все еще учитывая то что тут под сапрессом это что у меня хэвик на рывке я думаю можно спокойно брюсом бежать вперед не париться что по тебе попадет упырь этот париться нужно что шар тебя может увидеть короче гранд речь побежал под овервотч да не должны по нему вообще попасть там дезориентация рывок маловероятно так здесь у нас есть свободно перезарядка точно протокол защиты но я думаю надо обходить фланга убивать одного офицера на этого чувака сравнительно так так и женька огонь души а сколько огонь так понимает 46 то есть ты пятерочка тоже можешь завалить но трабл в том что у тебя за зомбарь забида бежит скорее всего не добежит побежали женька на пол хода огнем добивает милишника ориентировочно потому что его фланга становится сложнее надеюсь что выпадет не четверка пятерка или шестерка вероятность соответственно 66 в периоде пятерка отлично здесь мы обходим с фланга оказываясь при этом под полу укрытием на пол хода подходим слоном и убиваем с фланга чувака ориентировочно револьвер 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 стрелять ему смысла нет ему вроде как тоже нужно просто убегать вперед к точке о тейка же еще есть тейка может сопреснуть того дальнего но ей бы тоже уйти от глаза я хочу сделать так чтобы машина мешала глазу увидеть тейп сопрешу дальнего слон все-таки флангуют тут вариантов немного он гарантированно убьет его добро остается вип и револьвер а титан еще и чего титан как раз нужно дальше валить чем женке потому что титан значительно более опытный и ему у него овервотч будет вот что важно то есть при действие противника если там с апрессой побежит мы сможем пострелять по нему. Поэтому я практически на фулл ход, но за фулл кавер тут ханкер и остался только револьвер, да? Да, револьверу... Сюда бежать не хочу, потому что там кто-то может быть. А больше укрытия не осталось. Рекольно. Но от этих надо тоже убегать. Да, вот так. С богом. Опасная миссия, очень опасная. Овервотч у специалистов. Глаз полетел. Этот... Блин, это Титан стреляет. В огне. Ой, не дай бог, сейчас еще глаз будет стрелять. Я не знаю, как он действует. Стреляет, кажется. Нет! Тей падает. Погибает. Вип, нет, нет, только не вип. Промахнись, прошу. Наш второй хэвик. Топич-попич. Погиб. До зоны эвакуации в один ход я не добегаю. Я делаю стасис на... Глаз. Ну, сейчас-то уже все. Сейчас-то я уже добегаю. Но там и гренка от этого гада, блин. Мы-то и потеряли. Это второй офицер за прохождение, который... Вот тебе и шарик, который ничего не делает. Попал, кританул и все. Там армор, не армор, хп, не хп. А вообще, до свидания. А что Уткин не может? А что у него за дебаф-то? А-а-а! Он не может использовать способность. Потому что горит. Здесь стреляю с фланга по элитному солдату, да. Попробую его револьвером добить. Уходим от зомбаря. Блин, тей. Револьвер уже левел, пора давать тоже. Револьвер уже левел. Стану наступает. Скорее всего, протокол помощи. На, вы, марию. Ой, ну не фанду. Блин Черт Надо будет хэвика в штабе купить После месяца Да, зомби подходит Он успеет ударить по По психу по нашему Там защита есть вроде какая-никакая Надеюсь, что все-таки устоим Ну и последний ход эвакуации И вроде как я все делал правильно То есть И шар не трогал Потому что если я трогал Все было бы еще хуже Я его хоть два хода У него убрал И со всеми остальными справлялся Их все равно пофиг Эвакуируемся Там наверняка по мелочам можно было что-то получше сделать Но концептуально Вроде как верно все делал Ладно, уходим Випа спасли Не, ну тейбл они топовым, конечно Хэвиком Все-таки топовый браток И Брюс ей есть на замену Но тот факт, что ты можешь потерять Просто вот человека В топовой броне Просто с выстрела скрита Это да Ушли Мин нет Но мины я попробую Обязательно Снайпер был слишком далеко Не вязался Арт залпа Не хватает Пару газовых гранат И вся толпа бы полегла За один ход Ясно Четыре ранения Один минус Сто процентов попаданий Я вначале медленно двигался Это да Разведчика не хватает Остро Серьезное ранение Ранение Легкое Только один револьвер Жив Мод приклад Данные о станции Ядро Иллерия Ваня Морозов Так Ваня Морозов Блин Ты мне конечно Все испоганил Скотином Во-первых Я сейчас Буду активно Хиляться Активно Хиляться На базе Слушайте У нас же За разведданные Мы можем купить Специалист Какого-нибудь Может возьмем Какой-нибудь Пол канатом Только ученый есть Мы можем купить Материалы За разведданные И И И сейчас на базе Чекнем Рейнджер Есть Феррари Майор То есть Это предпоследнее Звание Получается Но Рейнджер Там мне особо Не нужен Я могу купить Я могу купить Я могу купить Любой момент Если Сканируем Лечимся Сколько там нужно Лечиться Господи Серьезный Там скорее всего На пару недель Будет Обычные Обычные В пределах Десятки Должны Да Два Пять 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 Отлично Да все нормально Даже не надо Лечения Ну то есть Надо Но Через пять дней Уже все будут В строю Сканем Титан Восстановился Браток Переучился Дырокол Да все дальше Правильно То есть Сопресс Метка Гремучая Смесь Артиллерийский И все Стоп А я что-то хотел В зоне А я хотел Боевой костюм Второй Сделать Вот У меня как раз Деньги появились Да Для какого Хэвика Для Брюса Что ли Да Скорее всего Патрон надо будет Фармить Штучку сделать По крайней мере Одну Не хватает Эллерия Для призрачной брони Боеприпасы Лучше Бронебойные И М-патроны Вот это то что прям вот Мне кажется Бронебойные М-патроны Делаются Так Постановилось 4-5 человек Боевой костюм Это для Братка И Экспериментальное оружие Новый проект Экспериментальное оружие Это интересно Сила пустой Так пустой Если работает И тут пишется Крупным Что Евгения Гусева Там Бла-бла-бла Или типа Она была ранена И некоторое время Поставала Возможно Берем нормальный Экзокостюм Хэвику В отличии от Бронинадзирателя Прибавляет Еще Единичку Армора И дает возможность Еще Запускать Ракету Топовый Армор Для Хэвика А еще Может Щит Ставить Понятно Использовать Себя Как укрытие Для остальных Так скажем Фух Ног Будем Псих На миссии С собой Скорее всего Брать Она уже Видите Как А я Хотел Пси усилитель Сделать Вот что Хотел На деньги Сделать Как раз Как раз Как раз А Три Сиктоида Трупа И Кристаллы Иллерия Да Сиктоидов Не хватало Дуговой Брать Не буду М Бомба Нет Ну С техникой По другому Лучше Бронебойные Патроны Получать Нет Тэй Не в таком Умерла Утэй Был Предыдущий Кража души Теперь лечит Евгению Выбираем Новую Способность Безумие Это база Вдохновения Действия Союзнику Классная Штука Псилабу Кристаллы Иллерия Тоже Нужны В исследовании Плазменное Копье Это для Револьвера Нам винтовочка Апается Но учитывая Выбрать В школе Офицеров Можно Грейт Сделать Еще Для Снайпа Сейчас Второй Сложно Ученого Дают Дебаф Очень Несерьезный А в Новой Индии Инш Короче Я первый Беру Инш Особо Не нужен Бабло В любом Случа Сейчас Пригодится А стоимость Разведданных Мне очень Сильно Замедлит Прогресс Подключения Двух Трех Дополнительных Европейских Регионов Поэтому Летим Сюда Я скорее Сейчас Бур возьму Еще И будем Захватывать Илью Купит И ее Потерял Его Потерял Обижаешь Илюху Сначала Смотрим Что у нас По По составу Все верно Состав Тот Который И должен Быть Штурм Тяж Два Спеца Снайпер И Псих Потому что Второго Тяжа Нет Снимаем Предметы Снимаем Броню Братку Кислотную Ставим А у него Что сейчас За модуль Меткость Плюс 20 Хорош Сейчас За братком Нужно Прям Глаз Да Глаз У слона Пули На меткость Стоп Подождите Я хотел В школе Офицеров В школе Офицеров Посмотреть На бонус К Ну в партизанской Школе Все ее Никак Крит Для взрывчатки Нет Скорее всего Смертельный Выстрел У меня Илюхи Нет Я действительно Его потерял Беру Илюху Две Светошумовые Аптечки Есть Как раз Получается 200 на руках Все тратить Не хочется Хотя деньги Получу После этой миссии Чего не хочется Я могу Хотя снайперу До 10% Нанести критический урон Уж лучше месть Реально упростить жизнь Дешево Если критическое ранение Или погибание Если погибает солдат То там дикие бонусы идут Лучше так Чтобы больше одной жертвы У нас не было В миссии Так хватает А на этот объект Мы можем сразу лететь Прикольно В Чили Так 240 Экстремальный шифр Подтвердить Что-то я еще не сделал Кажется в зоне испытаний Я специалистам бур Не апнул Бобру Скорее всего Возьму Как раз для захвата Черепный бур А не Взлом повышается уже Слушайте Взлом повышается Тогда мы берем Его Титану Человеку Которого Взлом максимальный К сожалению Аптечку я вынужден Оставить Вот Взлом 165 будет Шикарно А бобру Что бобру Бобру Илюха И бобру Вместо гранаты Патроны на крит Нужны По идее Их нет Все-таки Гренку дам Проверяем Светошум Светошум Армор Илья Взлом Так 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 Приблизительно Так Поехали Миссия экстремально Сложна Скорее всего Там 17 человек Будет Но я не знаю Как там отличаются Кстати Если кто-то в курсе Чем отличается Там легкая Средняя Тяжелая Ну Высокая Сложность И экстремально Сложность Количеством паков Скорее всего Да 3, 4, 5, 6 Или чем-то еще Дальше нужно Докачивать Револьверы Докачивать Братка Постоянно Качать Естественно Психов Желательно Двоих И Михаила То есть Специалисты Да Количество народу Но я бы Больше Конкретик Хотел услышать Легко Два пака Средний Сложный Три Экстрим Четыре Нет Не похоже Потому что Было и шесть Паков В стандартной Миссии Поэтому Это как-то Странно Кажется 3, 4, 5, 6 Вот так вот 3, 4, 5, 6 Скучно Я не помню Миссии Когда в принципе Два пака Даже базовая миссия Первая с тремя паками Итак У нас есть маскировка Но Ограничение на количество Ходов Нам необходимо Что? Уничтожить Уничтожить Вижу вышку На взлом Машину И огромную площадь Сможем ли мы Прыгнуть куда-нибудь Сюда Сразу Да Сможем Отлично Ну сразу Чуть повыше И все вот эти вот укрытия Которые на единичку Мы отсекаем Револьвера поставили В нужное место Вижн появился Хорошо Бобер идет на разведку Штурмовик Невидимость Мобильность Смотрим Ничего нет Титаны я пожалуй Пошлю Влево На вышку На следующий ход Ломать О появилась обилка Защитная стена Обеспечивает полное укрытие Союзникам Там где вы стоите Стрельба или движение Сбрасывает эффект Что-то я Не хочу подбегать Чуть дальше По центру Потому что там Не следовали Опа Пак сразу Справа Пак обычный Типа его Захватить Можно Да Уж Окей Вроде Фланганут Они мне не должны Успеть Тут Семь клеток Где-то О Сектопод Слева Бочка Взрывоопасная Сектопод Точно Эти направо Уходят Прям под штурмовика Прям под Черепной бур Так Проверяем Во-первых Что у нас По взлому Причем Проверяем Титаном Учитывая его Клевый навык Может быть Вообще Я стенку снимаю Снайпером пробиваю Эту хрень Передатчик Можно уничтожить Не сложно О Взять под контроль Случайного врага На следующих количествах Ходов Сто процентный Этот А Неудачный Вызывает Подкрепление Короче Я пока Брать под контроль Не буду Я сначала С правым паком Потому что Там же агро Сразу будет Как только Под контроль Возьмем Вот Поэтому Скорее всего Скорее всего Я просто Изящно Начну Вот так Вот Снимаю укрытие Поехали Браток У него Артиллерийский То есть Он даже Ход не закончит После этой Гранаты Так Снимем стеночку Увидим Где они И Чтобы штурмовик С буром И захватил Работаем Только Надо их Сначала Убить А потом Уже Брать под контроль Случайного Хорошо Прям К штурмовику Подбежал Ну и Здесь Скорее всего Нужно Будет Брать Ну Захватывать И А Нет Стоп Бурт У меня Не в штурмовика Я же Вот Черепной Бур Да Давай 70% Побежали Подняли Давай Так Не то Оп А вот и Кодекс Ой Палит Палит Моего Штурмовика Да все нормально Переживайте Я думаю Как его Лучше Шотнуть Думаю Вот так Вот Надо его Шотать Просто И все А Кодекс Механический О Кодекс Это Механика Я открываю Для себя Икс Чем Называется Левелап Левелап У револьвера Доедешь Нормально Два Да Может Надо было Попробовать Ломануть Вышку Но я Вот Сейчас Я буду Не Я буду Ломать В начале Своего Хода О Там То ли Там кажется Андромедон Еще есть Андромедон Есть Или пройти Вперед Чтобы Времени Терять Ну Разведочка Все дела Ты Спулишь Скорее всего Это По центру Ну Хорошо Даже Что Спулили Два Обычных Лемминга Ломаем Правда Слоном Но Там Скорее всего Не будет Вообще Штрафа Никакого На два Хода Сейчас Будем Хулиганец А дайте Мне Пожалуйста Сектоподом Рулить Или он Из тех Кого ты Видишь Любопытным Кого Кого Кто Там Сверху Ну Ну А где Ой 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 А я что Я вышкой Рулию что ли Да ладно А нет Змеей 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 Я рулю Змеей Вон Змея Моя Так Ну Я хочу Использовать Этот момент Для того Чтобы Снайперу Угол Сделать Потому что Если Там Есть Окна Если Там Есть Будут Перемещения Они Будут Можно Вот Вот Сделать Вот Так Вот И Как бы Радоваться Жизнему Только Желательно Боестеночку Снять В этом Здании Попутно Фланг Тут Не фланг 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 Блин Кислотка Не хочется Тратить А у меня Один Только Хэвик Ракета Особо Ничего Не сделает Ладно Подходим А что Женька Женька Может Попробовать Подоминировать Это тоже Неплохая Тема Может 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 И Удастся Попробуем Оценить Вероятность 50 75 Элитный Солдат Ну Я просто Его не флангую А того Флангую Вообще Колдунство Очень сильное Колдунство Теперь Это мой Солдат О Черт Труп Сиктоида Это то Что мне нужно Для пси-усилителя Сиктоид Выходит Овервотч Револьвер Начинает Постреливать Наконец-то Хорошо Что я его На угол Поставил Да Можешь даже Не попадать Ты не расстроишь Меня Значит Все нормально Все нормально Я думаю Надо накрывать Здесь все К чертям И ракеты И стенку И сектоида Вот так вот Чтобы вижна Было побольше Чтобы Повеселее Чтобы было Как-то Вот Да Такой офицер Как-то А у меня Двое всего Осталось Так а может Дезориентацию Лучше сделаем Скорее всего Даже Илюха Надо будет делать А то риск То уже Серьезный Это он Напулил Много всего Давайте Поставим Илюху Так чтобы Видела Его двое Постреляю Постреляю С фланга Специалистом Но там Нет Возможности Убить Хотя С крита Почему нет Да потому что Нет Не дели труп Не убитого Сектоида Все нормально Змея такая Под контролем Такая Пссс Псс На два хода А вот и Сектопод Змея вообще Всех собрала Револьвер Может увидит Револьвер Увидел Поддемеджного Офицера Который бежит К Илье Навстречу Но Не хватает Урона Единичка Буквально Один Пробил Скотину Да Так Архон Чего Тоже к Илье Идет Тоже Револьвер Его На счетчике Держит Бах У человека 120 меткость Вот 120 У него Ладно Пархона Не попал А он И в прошлый раз Пархона Не попал Андромедон Пулится С двумя Змеями Но одна Змея О И револьвер Еще разок Это какой уже Третий выстрел Или четвертый Бах И снова промах Красавчик Еще разок Вот по змее Не промахнешься 7 урона Сейчас вылез Смотри А это по Андромедону Ты по змее Промахнулся Прошел раз Ладно Архон стреляет По Да Илюха Падает Но вроде Больше никто Меня не видит Господи Страшновато Там Сектопот Андромедон И все в одной Все в одной Каши варятся И стрельба Идет По Господи А Конечно Давай Захватывает Спит Контроль над разумом Потерян Ой-ой-ой Так Вообще Шутки шутками А все Все Придушили Моего Солдаты Но Некоторое Время Там еще Подержится Павел Белов Отстрелялся Все Шесть Патронов Отстрелял Но У нее есть меткий глаз Он сейчас Перезаряжается Свободно Ну да Здесь Мерчуком Надо подходить Архончика Убивать С Насектоидом И забиваем Будет Получение Тут Хэвиком Мы должны Скорее всего Метку на Архона И его Отстреливать Потому что Кислотка Нужна На двух Товарищей Которые Дальше Будут Приходить Ближе Подходить Я что-то Пока не хочу Не хочу Не буду Стасис Есть Не забываем Черепная Мина Попытаться Получить Захватить Центр О О Черепная Мина Есть Еще Способность Короче Сначала Я Стреляю Пархонты Вот так Стопроцентная Точность Метка И Меткий Глаз Потом От Револьвера Больше ДПС Миш Да Пушки Надо Делать Другие Блин Вот По Архончику Меткий Глаз 90% Давай Револьвера Револьвера Стреляет У него Еще серия Если бы Была То есть Тут бы Раз Два Три Сразу Сделал Тут Пархонту Конечно Потому что Больше Нормальных Целей Нет Именно Для этого Штурмовика Нефандо Скорее всего Ожог Сделать На этого Упыря Не сектое Даже Правильно Можем Попробовать Освободить Солдата Тогда Он Сможет Протокол Нападения Не хочу Тратить Хотя Он у тебя Все равно Есть Огонь Души Да Да Давай На этого Да я понимаю Что Это Не тот Не то Количество ХП Но Сектоит Меньше Угрозы Представляет Чем Офицер Но Вообще Нужно Сейчас Попробовать Змею Мочкануть Или По крайней мере Нанести Такой урон Чтобы Чтобы Она Отпустила Но Титан Должен попасть По змее Сто процентов Как бы Это по секту Это по змее 85 Ладно Давай Я верю в тебя Молодец Просто Если Отпускают Солдата То Солдат Во-первых Он привлекает К себе Внимание Он может Там Гренку Кинуть Пожить Еще Немножко Пробежать Вперед Посмотреть Там Разведку Какую Сделать Вот Видите Как Вот сейчас Передатчики Кину ему Гранату Просто И все Пусть Пусть Сектопод Думает О жизни Давай На тебе Скотина Человек Против Системы Минус Бронька Минус Три У Кустового Объекта А у меня Четыре Хода Осталось И Ход Сейчас Там На подходе Дикая Армия Андромедон Выходит Промахнись С руки Промахнись Да Медло Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Доброе утро Михаил Да Здрасте Смотрю на тебя И вдруг Понимаю Что ты Похож На моего Брата Вас Различает Только Одно Мой брат Играл В готику Он же Обещал Хорош Змея Попадает По титану Три урон Наносит Ну что Мне Я уже Начинаю Получать Цеплять Будет Да Яд Ну у титана Там аптечка А вот Штурмовик Будет Тупить Опа Опа Тихо О Он сыночки Снял Я Машину Еще Затопчи Топчи Ой Туда Сейчас Кислоточка Зайдет Вообще Отлично Ой Отлично Топчи Всех Так Этот чувак Бесит Щитовик Там Там еще Один Пак Зомбаря Поднимаем Придурок Ладно Хорошо Туда Короче Летит Кислотка Взрываем Хдыщ Пыщ Еще Подкрепа Ой Ой Вообще Тут такая Дища Просто Вы посмотрите Андромедон Сектопод Всякая Шелуха Вокруг Там Сзади Еще Пак И еще Подкрепа Вообще Топич Просто Топич А у меня Один Хэвик Отлично Просто Отлично Ну Тут Наверное Надо И Стасис Вот Такое Делать Закрывать Эту Все Хрень Ау Бобра Отравление Не работает Так Думай Просто Думай Стасис Не забывай Можно Стасис Напоследок Оставим То есть Когда Все Отходят Женька Будет Ходить И смотреть Кого Закрывать Сектопода Не закрывать Сектопода Если Практически Уверен Что Надо Там же Еще Змея Там Андромедон И Змея То есть По хорошему Надо Делать Сразу Разряд Конденсатора Но Сразу А Вон Змея Справа Не Сразу Лучше Сначала Сделать Разрыв На Сектопода Но Тоже Не Сразу Можно Конечно Нанести Сектоподу Урон Револьвером Попытаться Сломать Но Там Все Револьвер Будет 65 Где-то Что Я Хочу Я Хочу Выжить Делаю Протокол Помощи На Титана В первую Очередь Каждая Миссия Вообще Дикая Дальше Делаю Разрыв По Сектоподу Сто Процентный Крит И главное Весь Следующий Урон Будет Увеличен На Троечку 12 Урона Начнем Мы Естественно С Кислотки Чтобы Снять Армор И У Да И У Ага Для Этого Я Подставлю Хэвика Опять Ну Я Ж Не Достреливаю Туда Ну Да Ой Все Закрываем Вот Так Раз Там Кислота Будет Всякая Ересь Пашка Давай Бах Минус Четыре Армора Ожог Шесть Урона Там Пять Под Щитом Зомбарь Умрет Уже Гарантированно А вот Сейчас Уже Можно Сектоподик Это Не Погоди У тебя Сейчас Еще Ауе От Специалиста Идет Только Специалиста Твоего Возможно Стоит И Увести Из Полу Кавера По Добру По Здорову Или Просто Сделать Тоже Протокол Помощи Скажем На Хэвика Потому Что Ему Будет В первую Часть Доставаться И Действовать Спокойно Да Давай Не Давай Штурмовику Лучше Бобру Дальше Мы Заряжаем Разряд Конденсатора Сюда Дезориентация Урон Бах Хорошо Змея Гуф Этот Гуф Дезориентация На Это Как его там Звать Так Господи Стоп А что там С мелким И хп Это Вот это Чей хп А это Сектоподовский Уже Хп Ха Неудачник Добить Сектопода Можем Сектоид Нас Не Интересует Хотя Подожди А сектоид Я могу Не Не могу Я С пистолетом Не достаю Стоп А может быть Ты крюком Как-нибудь Куда Там Слушай А ты штурмовиком Можешь Подойти Кинуть Гренку Тогда ты Сектопода С гранатой Убьешь Нет Забей На Гренке Забей Забей Тут Отравление Я не знаю Это из-за доспеха Оно не действует Отравление Ну подкреп Это подкреп Понятно Я не знаю Что там С этой подкрепой Будет У меня сейчас Конкретная проблема Которая будет Ходить Следующий ход А подкрепа Следующий ход Ходить не будет Поэтому Андромедона Лучше даже Не убивать На этой стадии Потому что Он Дезориентирован А так он будет Фулл хп И Полностью Боеспособен Давайте Добьем Тогда Сектоподом Получим Пистолетную Веррочь Оставим Может он еще Взорвется Там кого-то Задамеджит Нет Сектоид Б еще Конечно Хотелось бы Убить Потому что Сейчас он Уже будет Стрелять Или кинуть Дезориентацию На вот Этих Друзей Потому что Они оба Будут Стрелять Чтоб Не вытащили Ты же можешь Еще Гренку Кинуть Вот так Вот Убить Змею С гренки Ты можешь В принципе Кого угодно Здесь убить На тебе Дефенс Есть Кто Пасть Неси Кто Это Змея По оружию Змея Стрелять Будут Оба Так Давай Убил Обоих Давай Отравление На бобре Очень плохо Это Сектоид У нее там Реген Где-то Ерунда 50 на 50 Вероятность Че Че Давай Попробуй Умница Умница Итак У нас есть Андромедон Битый Человек 5 За Плюс Еще Сверху Упадет Сейчас Еще Три Человека Андромедон Под Крепом И мне Еще Передатчик Нужно Уничтожить Как-то Так Мэг Отлично Мэка Мы можем Под контроль Взять У нас Специалист Вообще 165 Щит И Офицер Мэг Очень Мне Мне Помог Овер У этого Иммунитет Кислоте Скотина Он Прячется За Непонятно За Да За Фулка Вры Стреляет Под протоколом Защиты Под Полуукрытием Да Хрен Попадел Что Чего Ты Рассказываешь Мне Я Не Зря Тебя Дезориентировал Не Зря Вешал Помощь Не Зря Прятался Чтоб Тот Простреливал Какой-то Упырь Щит Подходит По кому Тоже По протоколу Защиты Неуязвимость А он же Убил У него Выстрел Неуязвимость Значит Тот Попал Ведь Или Не считается Что Промах Промах Типа Тоже В ту же Степь Похоже Подкреп Неинопланетянам И тебе Да Туда Тоже Конечно Нужно Что-то АОЕ Закидывать А у меня Там Ничего Не осталось Протоколы Помощи Очень Помогают Смотрите Как Держатся А еще Будут Потом Гремлины Соракет Будет Иди К черту Так Тут Подгорает Титан Но Народу Очень Много Раз Два Три Да Травится Михаил Но тут Жерегенец И должен Три Хода А не Четыре Так А Есть ли У меня Вижен Под Нет У меня Вижены А Есть Нет Господи За что Мне Это Все Я Наверное Побегу Штурмовиком К Точке С Маскировкой И С Возможностью Просто Будыще Сделать Там И Все Мне Нужна Стасис Скорее Все Будет На Андромедона Титан Пробует Мэка Оценить Причем Не с точки Зрения Блокировки Блокировка Да ладно Вопрос Какой там Захват Этого Третьего Мэка 80 Плюс То Буду Пробовать Если Меньше То Вряд Ли 60 Нет Значит Его Мы Тоже Гасим Просто Гасим 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 В общем Гасить Нам нужно Прямо Сейчас Учитывая Его Врач Мека Ломай Обе Его Ревы И захватывай Кстати Это Хорошая Идея Там Я Гарантированно Попадаю Остальных Я Светошумом Смогу Да Давай Попробуем Так Ревы Так Аккуратненько Защита Ага И вот Теперь Смотрим Действительно М-патроны У револьвера Есть Сейчас Смотрим Насколько Реально Его Взломать Было 60 А стало Там Кажется Серьезно Увеличивается Может Пропорционально Количество Снятого Здоровья Может Еще Как Что На 4% 4 Карл 4 Я Уже Половина ХП Снес Лучше Протоколом Атаки Его Просто Вырубить Чем Оглушать Так Помним Правый Е Скорее Всего Здесь Мы Будем Вот Так Вот Закидывать И Подходить Вперед То То Есть Вот Так Вот И Туда А Бобер Спрятаться Не Может Что Его Видно Так Что Будем Наверное Просто Уничтожать Вот Этих Двух Ближних Приоритет На Щит Кавер Бобер На самом Деле Просто Убивает Мэка Да Давай Лучше У Бобра Сейчас Крит Будет Дикий А У Бобра А у Бобра То У Бобра Не М Патроны Тут Типа Стасис На Андромедона Но Проблема В том Что Я Его Не Вижу Типа Не Вижу И Кажись Не Увижу Ёп Рассет И Он Стоит Еще На Ачибе Что Его Ничем Не Проймешь Блин Блин Фух Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь И Три Три Хода До Гуфа Ладно Та Троица Далеко Она Хоть Три Она Опасная Чего Ты Там Милишный Один Один Щит Так А Если Протокол Нападения У нас Снимет В любом Случа Не Хватит Правда Мечом Мы Можем Его Добить А Что Тебе За Дебаф Штраф Тебе Какой Отравление Метко Снижается Хорошо Ладно Допустим Мы Не Можем Сделать Стасис На Дормедона Хреново Очень Но Что Мы Тогда Можем Сделать Нашей Подругой Мы Скорее Всего Должны Делать Вот Так Чтобы Двух Этих Дезориентировать Да Возможно Невозможно А Точно А Точно Никак На Андромедона Прям Совсем Совсем Дикие Клетки И не Можем Снайд 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 Видит Передатчики Проверял В самом Начале Хода Ладно Светошум Пошел Ой Кажется Двинулась Мышки Я вот Этого Левого Не задел Как мне Этот таргет Система Радует Взрыв Будет Да Левого Не задел Капец Твою Что там Бочка 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 По двум Можешь достать Надо тех Троих Дезориентировать Вот этим Нашим Другом Достанешь Если подойдешь Достанешь Капец Аркада Пошла Работаем Ой там Бочка Кажется Тоже Сейчас Зорвется Дезориентация 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 Щит убран Щит убран А взрыв то Будет там Еще Нет Взрыва не будет Ладно Подснимали Да У него Так Браток может Типа фланган Нет Нельзя подставлять Сейчас Пока Надо выключать Мэка Этим Специалистом А этого Сопресить Получается Потому что Он Недезориентирован Я отведу Лучше Титана Отсюда Протокол блокировки Вырубаем Мэка Сопросим Офицера И думаем Может Штурмовиком Нет Сначала Штурмовиком Проверим Может мы его Убьем Да Уж Выстрел Револьвера Зря потратил Там Повелся на совет Эксперт Из чатик По домаши Потом сломай 4% Выиграл 4% Штурмовик Мэк Мэк Не интересует А этот В ковре Ну значит 67 И крит Пробуем Щитовика Ой Попал Молодец Попал И кританол Красавчик 4 хита Сопресим Элитного Офицера Ну и все На этом все Мой ход Закончился Андромедон Вообще Без всяких Бафов То есть Он реально Может Все что угодно Делать Но я везде Под фулкаверами Овервотч Отлично Андромедон Я бы взял Тебя К себе В команду Вот стрельба По дезориентации Под фулкавером Это До свидания Щитовик Сейчас ближний Щитовик Скорее всего Щит будет ставить Больше всего Офицер Скорее всего Творит Делов Этот не добежит Милишный Этот не попадает Сейчас Милишный попробует Наверное Он тоже на овервотч Сядет Вряд ли он будет Что-то делать Не стреляет Но это нереально А вот что сделает Элитный офицер У которого только Сапресс Это большая загадка Он просто Меточку ставит Плюс пятнашки Сейчас в спину Просто Сапресс Минус 50 точности Извините Все А нет Щитовик же еще Щит сделает Смотрите Полезный Господи Как же все рассчитать Можно С хорошей вероятностью Я просто Просто счастлив Так Ну осталось Два хода Михаил Отравлен Отравлен У меня есть И меткий глаз И Ну сейчас Наверное Конус Надо уже пилить Да не наверное А точно Свободная перезарядка И сразу же Конус Там такое количество Битых пацанов Что Мы все Накрываем Два хода Передатчик Это как убивать Андромедон На овервочи Не забываем Ладно В этот ход Мы должны В первую очередь Убить щитовика Да Нанести ему Нужно 7 уронов 9 уронов 9 урона Емоё Он стоит Под полукавром Бежать К передатчику Должен Михаил Что Он единственный Кто Прямо Добежит И не убьет Кстати Бежать К передатчику А Слушайте Я же могу Специалистам Передатчик Могу же Этого вроде В поле зрения Класс Ладно Думай Думай О последовательности Если мы Миссию провалим То просто Разведданных Надо будет 160 на захват региона Следующего Это не столь критично Поэтому Первичная задача Это Справиться С этими Брасуками Снять Оверооч С Андромедоном Убить Щитовика Сначала Убить Щитовика Убить Щитовика Андромедона Мы В стасис Отправим Да Только Ты опять Его не видишь Что прошлый ход Ты не добрался Смелости Подойти Я думаю Надо Двумя товарищам Придислоцироваться Влево То есть Михаилом И этим Пока использую Нет Какое влево Что ты несешь Тебе Не добежать Следующий ход Будет Можно укрытие Как-то снести Граната Только есть В штурмах Хотя у меня точность Невысокая Ой Блин А светошум У слона Да Окей То есть Я буду Подбегать Кидать Светошум На этих Троих Вот так Вот Подбежать Скинуть Светошум На троих С этими Четырьмя Надо справиться Прямо сейчас Безусловно Двигаясь При этом Вперед Значит Слон Светошум Оставляем Его в покое Тут тоже Хорошо бы Подойти А потом Кинуть Гренку Но блин Там же Андромедон На овервотче Братку Тоже Хотелось бы Сначала Подойти А может На пофиг Фланганем Просто И все Браток Выдержит Выстрел Андромедон И конечно Выдержит Я больше Так не буду Делать Никогда Я должен был Братком Стрелять Потому что Разрыв Капец Так Щита Больше Нет Ни у Кого Да А А почему Щит Остался Блин Что Ты Не Понимаю В этой Игре Наверное Все Ладно Ходим Как Ходится Пошло Поехало Короче Подходим Ближе О Я вижу Отсюда Точку Это уже Хорошо Тут Светошум На троих Раз Там Револьвер Может Всех Спасти Дезориентация Надеюсь Она Стакается Это тоже Предмет Для проверки Вдруг Она Не Стакается А че мне Сандромедоном Делать Который С фланга Сейчас Тебя Будет Убивать Стасис Миш Черт Так Протокол Помощи Скорее Всего Сейчас Будет На Слона Ой Блин Ой Блин Может Эвакуировать Его Оттуда Пока Не Поздно Захвати Андромедона Пишет Крисолит Он Не Техника Сейчас У нее Только Первая Стадия Что ты Несешь Протокол Помощи Пошел Скорее Всего Стасис Будет На Кого То Из Этих Тех Тех Либо Тех 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 Выстрелить по кому? По мэку можешь. Ему пофиг вообще на твой выстрел. Ты щит этого можешь убить? Чего ты тормозишь? 92. Тебе урона хватает, если попадешь. Все, не тормози. Сникерсни. Здесь... А, то есть, когда ты убиваешь, тогда щит убирается. Все, понял. А толку? Не, отступать плохая идея. То есть, смотрите, мне осталось два человека. Одного из врагов я вырубаю. Опасней, конечно же, мэг. Но этот чувак будет мне с тылу стрелять. В общем, стрелять он будет по Михаилу. То есть, я думал о том, чтобы просто к нему подойти и сейчас выстрелить вот так. Но это хреновая идея, потому что... Да. Потому что мне на следующем ходу придется бежать и стрелять по передачам. Поэтому я подставлю Женьку поближе поставлю. Вдруг ее будут бить, а не Михаила с тыла. Делаю стасис. Хотя, подождите, если я по дэмиджу элитного офицера... То я смогу... В любом случае, мне сейчас нужно будет Миши и... Я могу ханкердаун Михаилом сделать. Вот, вот это, наверное, лучше всего сейчас. Да, ханкер. Там же и уклонение на 50. С богом. Револьвер, давай, давай, покажи, что ты можешь. У него шесть выстрелов, у него угол, он по всем. Здрасте, приехали. Так, стреляет по Андромедону, во-первых. Раз. Раз. Это чушь, он не убьет, конечно, никаким макаром. Но это близко. Пять урона, раз. Андромедон флангует. Да, там протокол, но хрен его знает. Блин! Бафы дайте остальным. На Overwatch еще раз револьвер. Короче, Андромедон такой сплотный, капец. Ну где попадание, револьвер? Я тебе меткость дал, прицелы дал. Ты ж ни хрена не попадаешь. Блин, сейчас лада, не дай бог. С разрывом. Револьвер, ну хоть кого-то убей, скотина ты. Кривая. Твою мать. О-о-о! Нормально, уклонение. Ханкердаун сыграл свою роль. Урон не нанесли, но слон еле живой. У меня один ход, чтобы выполнить задачу боевую. Я, Андромедон, кривой револьвер. Я не знаю, что с этой игрой не так. Никого ведь он не убил вообще, никого! Сколько я отниму? Не все. Так, у снайпера есть меткий глаз. Все, да? Так, думай, сможешь ли ты... Тут фланги будут... Тут просто перезарядку. Но хотя бы все равно перезаряжаться и стрелять надо. Револьвер, скорее всего, будет убивать Мэка. Сколько там? Три. У тебя минималка 11. Там сколько мерцает? Девять. Можем не убить. Ну, может, тогда меткий глаз. Так, еще меньше вероятности. Погоди. Сколько там еще раз считаем? Считаем, считаем, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, девять. Девять, три единицы армора. Лучше меткий глаз, это вероятнее. Восемьдесят пять лучше, чем шестьдесят шесть. Это раз. Да, убивать передатчик, потом эвакуировать, это хорошая тема. Это хорошая тема. Андромедон мне не нравится. Я бы его убил бы. Да, и вот так делаем просто. Раз. Снимаем броню. Бьем. Сейчас вторая фаза будет. Точно надо эвакуировать слона, поэтому я даже отсюда просто постреляю. Я же не мажу отсюда, правильно? Только перед тем, как это сделать, я накину протокол защиты. Скорее всего, на штурмовика. Потому что не факт, что я им буду убегать. Бобром. Женька огонь души, скорее всего, да? После того, как Миша уйдет, может там встать. Слон стреляет по передатчику. Раз. Максимальный урон. Два хита. Вызываю. Эвакуацию. Улетаю слоном. Бобер ориентировочно на его же место, чтобы прям вот точно. Не уверен, что точно... А, там точно максимальный в любом случае. И добивает передатчик, да? Да. Все выполнено. Е-мое. Но рани не столько, что врагу не пожелаешь. О, легкий крок. Слободные действия. Михаил. Режь. Ой, не то ты режешь. Нет, резать это плохо. Перезарядиться можешь на халяву? Нет, гренку можешь кинуть. Вот сюда вот и он урванет еще. Давай. Там бак, граната, укрытие. До свидания. Ну, не полностью, но как бы легче будет Женьке его добить. Четыре, пять. Еще взрыв будет четыре. Отлично. Хорош. И улетаем. Женька может флангануть этого упыря 80. Честь убьет, если фланганет. Титаны нужно добить вот бом-бом. Андромедона надо добивать. Протоколом атаки добиваем Андромедона. Слушайте, а хэвик-то у нас вообще гуф? Как хэвик-то выживет? Ему сейчас прилетит, не унесет. Подвезти я не могу, там все горит. Но Андромедона я протоколом атаки убиваю. Это понятно. В любом случае, надо сюда подходить и работать. Но проблема в том, что у хэвика ни армора нет, ни хрена нет. Лучше стрелять просто. Ей. Ну я бы подошел еще куда-то. Но нету такого места. Поэтому сейчас будет жопа. Братку. Стоп, а я же мог его эвакуировать тоже. Новую точку и убрать. Или никак. Андромедон милишный в любом случае добегает. Тут нет дезориентации. Трое бегут. Overwatch хорошо. Overwatch отлично. Этот смели побежит, скотина. А, нормально, по специалисту. То есть вопрос в Андромедоне. Офигеть, у них урона. О нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет. Прошу, промахнись. Прошу, это мой единственный хэвик. Паша! Кровотечение. Он жив. Четыре хода. Блин! Какая грязь! Я не хочу умирать. Господи. Олег Купцов приходит в себя после оглушения. У Титана аптечка, но он сам по себе ранен. Ёпарасы ты, у меня остается там револьвер. Абсолютно непонятный псих. Так, а я могу вообще перезаряжаться? Капец. Тут точно по Андромедону надо стрелять, потому что у меня им патроны у этого чувака. Давай. Где же твой крин? Вообще, почему ты не попадаешь-то, скотина? Ну... Там овервоч не забываем. Протокол защиты есть. И только одно действие у меня. И, скорее всего, просто пытаться вот этого упыря убивать. Андромедона, ты как будешь убивать? Там два овервоча, причем. Я не смогу снять ни тот, ни другой. Короче, тебе нужно ожог души, поэтому и стрелять в него же. Андромедон. Я не знаю. Да, я же могу буром шотнуть. Черепная мина. Но это, опять же, это... Это даже хуже, чем стрелять из винтовки. Это чушь. Опять эксперты чушь советуют, блин. Называется... Не хочешь черепным буром вместо 100% 70 попробовать? Как бы эффект тот же самый, только разведданных получишь немножко. Короче, смысл в том, что... Титан отсюда никак не уходит. Просто. Он либо на овервочах умирает. Так что ему надо убивать копейщика. Спасай выживших. Одна смерть, потеря, четыре смерти, это конец. В данном конкретном случае, как ты предлагаешь спасать человека? Два овервоча стоит. Два милишника рядом. Блин, как же бесит-то, а? Тут действия каждое продумываешь. Ёпар-с-АТ. Вот это, конечно, еще один поворот. А-а-а! Это точно губ-титан. Челекным буром 70, а тут 66. С какого перепуга 66? Там разброс по демиджу только 66. Еще 40% крита. Считать научись. Блин, бесят. Эксперт. Давай. Жив. Что, тоже один хит остался? Два. Это капец. Подбегает. Овервочи, хорошо. Тоже овервочи, не стреляй. Хорошо. Промахнись, прошу. Ой, хорошо, хорошо! Давай, бей ее! Мимо! Главное, чтобы Андромедон не убил Титана. Ой, прошу, тебя. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет! Нет! Саме Титана. Ааааааа! Это минус 2. Я братка буду пытаться спасти, конечно же. Так, а из пистолета ты не достаешь никогда? Типа, подожди, ты можешь не добежать. Знал бы я какое-то количество ходов. Пятьдесят пять. Это ожог души на милишникам. Да, я, наверное, не буду стрелять по... По Дромидонам. Таргет элиминирован. Почему? Потому что он, скорее всего, не добежит. А ты все равно не убьешь этих двоих. В один ход. То есть задача сейчас, чтобы Паша выжил, мне нужно убить их к концу следующего хода. Для этого я должен подпустить Андромидона ближе, чтобы его, типа, с пистолета отсюда дострелить. А урон пока заносить по двум оставшимся из винтовки. И, возможно, даже угол поставить на последний ход. На то, что сейчас я должен стрелять по этим упырям. Я практически не сомневаюсь. Давай. Крит есть! Убил! Убил! Один хит. Ничего не умеет делать. Хрен тебе! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне вроде не успевает. Да, есть. Хорошо. Лута нет. Добыча пропала. Да ладно. Один ход, Паша. Так, у меня есть угол. У меня есть угол. Я не знаю, когда он... А, он умрет после того, как и ход закончится. То есть я должен сейчас нефандой нанести урон по щитовику и потом револьвер на свой ход с углом, если попадет по всем. Да, я там отравлюсь еще. А, не, не отравлюсь. Обхожу, в общем, щитовика. Повервощ, да пофиг уже все тут. Не, не пофиг на самом деле. Ну, давай. Все. Какой промах? 84! Что ты делаешь, суки? Я требую угол. Нет! Ну нет! Ну зачем, блин! Ой! Капец! Револьвер пошел стрелять. Ладно, с Богом. Перезарядка. Ну, Пашу мы потеряли точно. У меня минус хэвик и минус топовый топовый хэвик и топовый спец. Но план на последний ход хорош был, блин. Если бы не фанда не промахнулась, если бы револьвер не промахнулся. О, теперь бафы пошли! Молодцы! Очень вовремя вообще! Сейчас срочно надо прям прям срочно восстанавливать все. Закупать на черном рынке. Закупать у себя на базе. Брать там второго рейнджера. Хорошо, оказывается. 19 человек. 19 человек на 8 ходов. Вы прикиньте, как надо мочить? Мы потеряли братка, мы потеряли титана. В общем, с эквипом, там, с армором. Или нет таких галочек? Револьвер, плывал апнулся, молодец. Серия, это очень хорошо. Винтовочку ему и будет тащить. Меткость плюс два. И тут он. Москодекса. Комендарь, аватар. А, аватар еще. Я возвращаюсь сейчас через черный рынок на базу. А, кодекс убит, прогресс наоборот снижен. Аватары. Ясно. Из-за изучения, Первая задача вернуть раненых. Вторая задача взять хотя бы двух прокачанных пацанов. Даже пофиг на то, какая там роль будет. Второй рейнджер там, второй специалист. Только не ученый. В штабе был рейнджер один. Да, вот он. 250 берем. Сидим на базе, лечимся. Только сейчас посмотрю, что у нас по по срокам клещи. О, симпатичны. 79 меткость, да? По тому же самому принципу фантом. Скорее всего, легкий шаг маскировочкам. Сейчас важнее безжалостность. Неуязвимость. 79 меткость такая осталась, что ли? Прикольно. Хреново. персональный боевой уклонение берем топовое. Улучшение оружия. What? картинка. Картичный пушк. Нет, эквип не пропал. Эквип не пропал. Передаем пушку скритом. Прицел, конечно, нужен на нее. Может, даже это лучше. Не, эту винтовку кому-нибудь другому отдадим. ждать нужно 9 дней. Желательно 17. Нефанда псих. Брюс. Вообще замена. Побер важен. Очень. Так что я, скорее всего, следующую миссию попробую скипнуть. Ресурсы через 6 дней. Отлично. Лечимся. Аватар. Есть запас. Ох. Такая миссия. Плазменный копео сейчас исследуется. Женька восстановилась. Это для снайпера очень нужная пушка. Очень. Без иронии. Но мне еще нужно набрать вскрытие солдата адвента. Хе. Сканер боя. Кэш данных лучше. Потому что сейчас мне нужно будет и модули покупать. Всякие. Дожидаемся бабла. Ресурсы два дня. так. Яд пошел у них. 360. Полковник. Артем Гусев. Полкан. 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 полковник. Раскрываем репрессии новобранцы чушь. Крисолиды важно. Понятно. Крисолидов надо не выйдить. Стой, погоди. Я хочу посмотреть, что у меня тут за полкан. Гринадер полкан. Да. Да. Деньги нужны. Блин. ой гренадер на замену полковник топовое звание сразу с артиллерийским катушка а еще дали трофеи на планетные сплавы а где вообще бабло я что зря вот материал есть копайте ребята копайте 30 дней копать будут майкер а что людям на vc по варику бабло не платят за 2014 европейского давую тему перед на форум фонд обещал приедет приехали ограничились словами может банить мне плевать и вообще не в курсе ситуации абсолютно не в курсе заплатили там не заплатили и вот как бы клево что приватные сообщения с претензиями не кидаешь как бы это я же должен добыл призовые наверное выплатить и следить и поднимать шумиху прямо обязана по этому поводу не менеджеры команд не сами игроки коготь крит для штурмовика в каком-то своем мире живешь что тебе кто-то должен что-то надо пойти на работу и узнать что-то не так ну для того чтобы как бы более адекватное представление о мире иметь во первых берем гренадером обязательно во вторых сейчас попробуем штурмовику одному сразу же даем патроны коготь щекотун артем гусев повышаем он будет сразу с дыроколом сапресс голографическим полная копия братка в общем артиллерийский и еще а то есть он даже опыт не братка массированный огонь или разрыв разрыв вместо а у меня умер слон или титан у меня умер титан массированный огонь лучше со снайпером будет сочетаться ух круто оснащение передается ему боевой костюм весь в крови от братка пушка братковской передается кислотная граната ну все теперь держите мне семеро я даже вы знаете переименую его кто у нас последователь братка может в хэппичи его персональные боевые модули пока никакие возможно на черном рынке что-то более полезное возьмем одно ранение ну лучше конечно слона дождаться на следующей миссии и на черный рынок лечу да он кстати на гоблину похож ну или на берса то есть лысый с бородой труп офицера патроны дракон конечно на хотя под патроны дракон можно продать труп офицера точно продаем вы хорошо так как назад купить ультра восприятие точность ультра скорость лазерный прицел надо взять для штурмовика для крита кастин халява по разведданным но это 15 крита а точность кому хэвику опять же дам разрыв да мне пофиг сейчас на эти я сейчас хочу просто да и ультра скорость возьму штурмовику все разведданные слил все ради пацанов понимаете все ради пацанов сейчас кинем модули топ-1 снг у нас будет с меткостью 19 штурмовику мобильность дадим четверку а у меня то есть какой-то модуль да у бобра мобильность плюс 2 хорошо тогда новому рейнджеру девочка симпатичная 3 платочек такой все а у нее уклонение 33 и тогда я бобру делаю мобильность нужна как раз разведчику рейнджеру из-за того что дробаш из-за того что мили меч для того чтобы он невидимый поэтому я лучше плюс 2 но это как бы плюс 4 получается даю михаилу модуль и улучшение оружия ему же так тут есть новому штурмовику даю крит крит есть уже можно хэвику попробовать поставить конечно же но кажется они не стакаются они друг другу исключают да то есть либо эта меткость либо это крит фигово накосячил я а у слона что меткость 13 да крит я зря взял ладно как мы назовем эту донателло донателло феррари может черепашкой ну как бы она нельзя с мечом тоже изменить персонажа прозвище черепашка донателло черепашка донателло отлично так и что по составу снайпер гренадер два рейнджера специалист если выйдет ок и псих расшифровка кэша данных я наверное даже сейчас никуда не пыли лечу а просто по по сканью чтобы остановился еще штурмовик один равно восстановился как раз давить хотя там 9 вроде было дней как восстановиться ног а слон там слон вода раз два три 4 5 ладно нормально слада ждать уже не будем а если не ждать слона то что то идти подключать дальше регион или разве данные могут пройти про вот я хочу океанию установить контакт нет не хочу я сюда не хотела вот я это хотела до коннектись там старая стоимость 120 данных классно бабла нет можно конечно разведданные поменять на бабло я наверно штурмовую пушку буду делать потому что у меня два штурмовика вырисовываются или все-таки хэйвик и хэйвик тоже два и штурмовая пушку в зоне испытаний одно ядро эллирия к сожалению но я могу сделать второй костюм откуда у меня материалов 311 полагал что все хуже значительно тогда можете снайперскую винтовку сделаем конечно 500 материалов для одну за одну винтовку и 60 лирия не давай лучше второй армор для или или призрака вообще сделать броню призрачную не то костюм призрак 125 одну штуку могу можем сделать раз окей террор полетели специалисты у нас нет и это жалко потому что скан там бы мне пригодился но безлики на самом деле плевать на них уже сейчас надо внимательно подготовиться к предстоящей предстоящему сражению возможно в школе офицеров апнуть кого-то штурмовик оснащение патроны коготь или михаил лучше коготь у кого крит лучше у вас одинаковый крит мобильный михаил у михаила что илюха илюха остается гренка уходит нужен второй коготь это раз черепашки мы дадим скорее всего святошу вместо этой гранаты ой а вторым предметом либо аптечка либо патрон отравленный либо черепной бур черепной бур как раз для мили для штурмовика неплохо зайдет все равно специалисты сейчас нет окей черепной бур кислотка у тяжа у дмитрия костина топ-1 снг у него модули старые гранаты более-менее актуальные ой размер магазина можно попробовать заменить на что-то полезное не, не нужно учитывая сапресс у него все хорошо броня-призрак что броня-призрак-то не готова еще еще пять дней делать я дмитру уткину игорю возьму не буду экзоскелет брать ради рокета хотя давай возьмем экзокостюм как раз ради рокета но утки у нас на замене вот так светошум, светошум илюха патроны по мэкам специалистов нет но снайпер будет просто мочить теперь в школе офицеров глянем конечно пойдем на террор новых ракет нет новых ракет нет зона испытаний и так загружена полностью и так на последние лереи я делаю более важные там доспехи те же самые армор патроны пытаюсь найти и нахожу кстати вот раз видим тут эти патроны значит что-то получается плазменное ружье только у Женьки и то оно как бы не нужно ей особо может тебе модуль какой-то поставить воля ладно хватит поехали да нужно доделать конечно сделать винтовку армор второму хэвику стоп какому второму хэвику нет второго хэвика кроме ты погибла сегодня остался только брюс но проще за 250 баксов купить вот такого сразу полкана и все а ходить уже с психом потому что пользы от психа больше хотя бы из-за стасиса аптечку не взял да фу 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 сейчас мы двух штурмовиков штурмовиков ориентировочно по разным направлениям направим они же в маскировочке будут все хорошие один сверхмобильный с критами прям молодцы и 2 маскировки отлично так бобер угол карты здесь то есть по сути я должен идти вот влево и вправо вижу первомирного сразу к нему ё-моё кто успел сделать этот скриншот так угол туда сразу ракету туда капец может даже вот так вот зарядить не ракету туда надо но они там попадают это будет вообще дичь они так ну во-первых первое что надо запомнить там 3-4 пока вот так вот сразу человек 10 стоит на крыше сектопод еще к тому же до до кучи мирных я точно спасу если эту миссию выиграю понимаете в этом вопросе уже нет сомнений не должно быть вообще я должен туда кислотку кидать сразу же миссия я скорее всего не докину кислотку туда туда долетит только гранатом ой ракетом или все-таки сделать массированный огонь массированный после уже залп то есть сначала мы закидываем ракетой пробуем брюсом гранаты лучше но я не достану гранаты ракетой могу да ракеты достаю по большинству они стоят вот здесь вот в углу поехали я не попадаю по этому но специально я по этому не попадаю бах все падает 5 6 1 еще 6 4 1 1 6 человек упало сектопот такой what the fuck и начинает работать револьвер с конусом у него дрожит там у хорошо мег стоит на несущей колонне спрыгивает бежали вниз и еще офицер еще надо под подретушировать всю эту хрень гренками еще одной гренкой а потом или просто массированный огонь реально сделать сейчас туда просто куда-то туда статис на секто под естественно скорее всего там мирный пострадает какое мне дело до мирного вообще подходим тут вопрос в следующем массированный огонь или не массированный лучше массированный чтобы нет лучше не массированный я не хочу мирного убивать хочу снять тут да забей на одного мирного это же и они скорее всего на первом ярусе находятся то есть нужно делать как-то так то есть задевать углового и всех кто дальше поехали я редко пользовался этим скилом не знаю 6 6 8 нормально еще 8 да иди ты вообще не знаешь что происходит так тут стасис но там же еще нек там народ то много хотя погибло уже прилично кто-то ноги сломал сразу же из мелких остался остался черепашка я не знаю там сколько людей осталось но я лучше закину туда светошум нет ты чушь делаешь просто веру с богом такой карту мне не было еще ни разу что выходишь на крыше 10 человек сидит выходит ну где револьвер то ё-моё ревоч не видит да видимо из-за ревоч ну сейчас ты должен ну много мелких серия нужна забей даже если попадешь крит и обычный начали мочить мэг сейчас должен прибежать ой там народу трындец реально стреляет по моему тяжу новому больше половины хп уже снесли револьвер кстати с углом отлично отыграл на мой взгляд то есть просто это это один из лучших револьверов по нашей шкале револьверов брать контроль некого да кислотку сюда нужно кидать сектопода мочить этих всех мочить и все поехали может даже отступить ему сейчас на спокойное лечение то такого хэвика я умер умер армор минус умер понимаю что артиллерийный залп тебе хорошо бы меточку поставить да оставь меточку он и броню же еще пробивает вот чем плюс этого хэвика минус две брони метко урона класс а вот теперь спокойно по нему стреляем снайпером метким глазом бах 16 не забываем не забываем про мэка еще я обойду штурмовиком в инвизе интересно кто там дальше еще копейщик понятно набер с критом убьет а крит у него 82 пофиг ладно выходим из инвиза минус сихтофор уже наверно минус человек 8 забрали да тут подсопресим его не знаю может пострелять может сопрессить в смысле по overwatch 4 6 я просто overwatch давайте сделаем я мэка жду крисолиды так вроде дистанция есть нормальная там штурмовик у меня рядышком мирных надо прикрывать а там кто кто это архон кажется хуанита морена погибла извините трагедия бежит овервотч хэвика минус отлично мэг ты там еще был же сейчас лучше не задаваться вопросом где там мэг лучше вот этих барсуков снять причем надо сначала снять армор естественно подхожу подхожу хэвиком и кидаю гренку ну и потом работать всеми кто рядом про мирных просто забыли то есть они машинка взорвалась может достанет до ближайшего достать должен да отлично можно серию сделать нет нам нужны фраги фраги нам нужны Михаилу давай раз минус один топ-1 снг перезаряжается стреляет по крисолиду можно черепашку докачать но черепашка инвизная топ-1 снг стреляет надо хэпчем назвать проще будет абэк взорвался от взрыва киборга круто это круто ладно не буду тратить патроны снайпера лучше за винтовки постреляем а тут на разведку надо идти конечно же причем скорее всего в сторону архонта пока есть маскировка стоп-стоп-стоп к мирным не хочу подходить сейчас к этим двум вот это может быть безликий а мне все походили да архонт стреляет там сейчас двигаемся к нему снайпером на крышу но видите такая концентрация врагов на крыше она привела к тому что нам не пришлось там двигаться как-то пулить на себя с разных сторон паки они оказались сразу уязвимы подарок судьбы пробегаю раз мирный два мирный одного правда не спас это бобром тоже в инвиз входить и бежать сразу прямо прямо вот сразу потому что потому что хочу крисолидов да спулить блин это такая чушь вот зря я сейчас это делаю пронесло сейчас парочку овервочи надо оставить ну вроде не было убийств от крисолидов мирных тоже важный момент стало быть ну стало быть нет там спауна этих самых крисолидов уже близко кстати я кархан к этому но он не один явно там показывают одного что револьвер куда может прыгнуть вообще никуда лучше подойти еще и запрыгнуть прямо на крышу на ту верхнюю на следующий этаж ну вроде бы не горит сейчас мирного заодно еще цепаню хорошо и пробуем вот вот туда да давай 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 я не знаю чего не работает не тыкается просто лут а кто там еще там мэг стоит и кто-то рассказывал что от взрыва он умер красавцы и мое эксперты опять топовые блин как же я вас люблю а вот просто нет слов как я этих товарищей люблю 1 так они побежали дальше мирных искать нашли ведь опять этот архонт уже 4 убивает вы давно не было горит ерича да ладно стоп это мэг топал до мы куда осталось конечно так но я уж согласен ой я сейчас палят нет я с общим видом сам полю окей убей этого тяжелого мэка никто не с пулицей все будет довольны внешь патроны опять же надо еще одного человека с такими патронами классными там чтобы секта поды мэки они все шли лесом а че музыка это заиграла сейчас мы под под овервотч подводим сюда будешь видишь что ли не будешь не сомневался а у черепашку ниндзя то можно по вообще близко подвалить как собственно и бобра на грани фола опа справа кто опа там еще что ли мэк да там еще мэк а как у нас не видит слава богу он нас не видит честное слово слава богу народ это приличным это при том что мы в начале десятых уложили мэк опять мирный час пострадает а сколько мне мирных то осталось мутон на крышу залез беспределит о побежал сейчас овервотч начнутся поехали там 34 овервотч мэк восстановил хп почему это 2 мэк ой разрыв отлично ме . сразу же ой молодец вот хэвик нифига себе у него осталось а ну глючит вот а это еще сейчас еще кто-то постреляет и типа уменьшится количество здоровья давайте кто там следующий я знаю уже все эти баги давайте стреляйте меня не проведешь вот хорош был мэк и нет но верхних там еще согреть уже револьвер надо убирать это он подгорит уже до мирных маловато так давай сразу огрем чего какие проблемы давай давай бах и все вот тебе мутона практически не осталось один хит подходим 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 не хватало мирных кто потерять всех револьвер можно серии устроить он же подгорает опять же туп 1 снг должен вроде как подходить не успевает до кавера и муж мешает женька сейчас женьку убрали и подходим и нужен архонт конечно же стреляем хорошая точность ставим меточку на него бриус 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 скорее всего кидает гренку чтобы и урон нанести ему тона убить а то эти этот один хит вы знаете сносить тратить ход на это все дело не хочется поэтому уничтожаем лут ориентировочно правда до добыча уничтожен это была ошибка ну так к слову отсюда штурмовик постреляет но я не знаю какая там точность будет 54 да кажись без револьвера тут никак давай он снимает часть урона значительную часть оставшегося часть жизни снимает и теперь будем выбирать кому это добивать а не кому добивать кроме штурмовика 50 50 ребята ой там там доб действия а в нет обнаружения тогда светошум к сожалению этот больше ничего не сделаем с грены чтобы упали как там упадет там упал бы только мутон нархоны не падают да он час мирный будет мочить из ориентация может перья будут я не знаю чем решит фланговать решил стрелять по мне решил не ними не нет 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 надо было сопрестить его вас хочу бобра да хорошо если не бобер то кто черепашки не нужно револьвером не нужно играть речь не нужно этому тоже не нужно этому тоже не нужно брюса только из оставшихся реально есть гарантированный у него там урон ладно один штурмовик может даже на следующем миссии если его не будет ничего страшного что на стороне есть безлики появляются жж еще же револьвер пусть отойдет не хочу чтоб он падал он уже было у него уже такое зачем ты его ручь поставил хотя пострелять мог они все равно не добегут так что все хорошо черепашка майор черепашка майор а да это у меня полка на далее да да черепашку надо было качать конечно же вы правы черепашку ой хорошо ох вот черепашка и убила ну как же просто на аэронмене все-таки потерять человека дальше по как пушки будет появляться как урон будет возрастать будет конечно попроще и как навык будет получше но я сегодня двоих потерял просто на это все из-за револьвера ты очень только что показывали все он только он способен на углу маза 4 выстрела подряд вот как сейчас например чё он сейчас промазал вот чё револьвер сейчас промазал изрывка безликого тканешь 120 там с чем-то плюсом повыше находится побер стреляет убивает хорош ну это все надо переименовать топ-1 снг в хэппич вообще правда не похож закончились уже похожи персонажи как-то странная игра набирает новых не из пола игроков а трупы 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 м доход бойцы ранение 14 дней плохо это единственный хэвик понимаете может успеет вернуться так что по статусу штормовая пушка на все равно бабла на нее не хватит может даже изменение исследование изменить она что этот ничего не поможет продолжай в инженерке мы копаем в зоне испытаний что призрак делаем костюм отлично ядра и лирия у меня нет только то есть я смогу только один призрак сделать и все ядер больше нет что я могу сделать для тебя, командир? давайте на карте посмотрим там я регион недоподключал опа сплавы кристаллы или даже развед данные но это старый ивент не, сплавы кристаллы нужны сплавы не нужны, а вот Элери нужен контакт не настолько нужен как эти темы давайте сначала развед данные а потом эти я просто хочу воспользоваться черным рынком в самом начале следующего купить еще модулей хорош аватар и запас я могу сразу на миссию полететь есть женя получила способность вдохновления так все агенты окружает аура который отменяет блокируется ментальное самого нет безумие база крепость можно взять и взрывом в том числе кстати немаловажно там осталось 3 6 12 самое главное 12 может быть даже стоило посидеть опять на базе и пасканец полечиться но я сначала разве подготовка новобранцев окей штормовая пушка готова это вот очень важно но где взять бабло лучевая следующая для хэриков а сколько стоит эта пушка 200 всего и элерия 40 кристаллов если сейчас мы слетаем и материал то получим это не такая большая проблема да нужно штормовую пушку двум штурмовикам штурмовикам бабло час раскопать могут развед данные взяли 50 и вот инопланетные сплавы и элерий надо готовиться к тому что мне не будет хэриков следующей миссии или я просто скиплю а по костюм призрак тоже для облегченный вариант механизированный бренд систем не только улучшает реакцию и скорость солдат скорость и реакцию внедрена экспериментальной технологии деформации искривляет пространство и легко происходить сквозь препятствия то есть там 20 миссов мобильность увеличивает и еще сквозь препятствия ты проходишь наверное черепашки ниндзя дам потому что бобер пока отдыхает вот костюм призрак мобильность 2 уклонение 25 и здоровье 6 еще только брони нет очень круто а еще крюк появляется крюк как у слайп слайпера вторую штуку такой надо но ядра нет то что я луты уничтожил и все дробаши заменить хорошо 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 да там минус один слот я понимаю но там патроны для крита оставляем и все и ведь профит болеем новые цели не успеваю кресолиды материалы или инж и численность инж важнее численность пофиг кресолида вообще кресолида против этих против двух штурмовиков это уж не так страшно серьезно все скорее всего полечу эти же бабло нужно михаил тебе бабло нужно реально для винтовок для снайперской винтовки для грейдов партизанской школе так что я лечу сюда бобра еще нет может реально забить и без хэвика не ходить до сбиваю не буду я подожду немножко чуть-чуть как тут кстати про про это самая промотать как-то можно не возвращаясь в этот можно конечно повзлетать взлетел приземлился вот сюда вот раз часов шест 12 мы да и пробуем прилететь так это еще не все да ну что ж я продолжаю увлекательно летать он 16 12 то есть 8 часов на взлет когда вернется михаил а у я уже сутки пролетал попробую далеко слетать вон часы справа внизу 20 19 и назад вы не поверите 14 декабря я мое сколько можно четыре часа какие сутки посмотрите сейчас 14 декабря я взлетаю 0-0 у меня плит а он назад отматывает он назад время отматывает вот все вернулись а ну и все и миссии больше нет ну ждем крисолидов тогда в следующих миссиях устанавливаем контакт успеем до окончания часовые пояса и аватар обратный отчет капец тут вообще на грани постоянно ой господи да пошел уже четвертый обратный отчет мы не твою часть бесит подключили регион до окончания месяца и наверное имеет смысл насколько там за контакт вы хотите 160 хрен из 2 можно вышку запилить скорее всего сразу плечевот куда-то сюда сплавы эллерий и дробовики черный рынок как откатятся так сообщение 450 уже два доктора раскрываем безлики крисолиды еще дополнительные и больше солдат материалов очень много надо слетать обязательно давай на черный рынок сначала да 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 на черный рынок посмотрим модули в первую очередь труп крисолида трассирующие патроны коготь труп крисолида да дальше смотрим улучшенная настройка спуска ультра скорость 4 единички специалист сидорова за 95 развед данных улучшенная настройка спуска это 15 процентов вероятности действия да ультра скорость можно еще одну штурмовику купить там 1 1 есть ультра скорость они будут вообще летать оба беру раз мне не нужны развед данные прям чтобы вау но я наверно не буду или материалы до материала возьму сейчас материалы очень помогут ладно просто гулять и гулять те же себя номер у меня слон есть я специально вы не следите за игрой ну что ж такое пацаны вы как так все если соберу сплавы и лирий то смогу сделать два дробевика рейд за материалами надо лететь очень надо лететь это как раз развед данные материалы и так черепашка ниндзя хэппи револьвер слон брюс так что я хотел взять в я не смогу сейчас пушку сделать дробовик из-за отсутствия сплавов к сожалению их можно было в рынке взять и лире не хватит из плавных нет и лире не хватит из производства предметов тут вообще галяк да надо и лирей по партизан очки можно штурмовикам еще инстинкта охотника взять атаки против врагов с прикрытием по флангу добавляет плюс 3 крону мне на винтовки хватит снайперку я не буду в этом месяце делать все равно это плотную получается так я же взял еще мобильность до ультра мобильность и черепашки хотел вместо уклонения хорошего кстати уклонения пошла мобильность и кажется модификатор на пушку был из серии доп действия 15 процентов да шанс доп действия как раз штурмовикам самое но улучшенная настройка спуском окей свободную перезарядку тоже наверно можно или шанс мгновенного поставить да давай шанс мгновенного на десяточку очень хорошая черепашка у нас ниндзя получается только вместо гранаты ей все таки нужен либо коготь коготь для крита а михаил где а михаил лечится фигово специалисту даем бур даем ориентировочный илью переучить на медики нужно тут кислотную тяжу а второму хэвику у меня армора нет да вроде была еще одна кислотная кажется я ее снять предметы снять броню вроде была вторая кислотка не вижу я ее нет центре он пак тоже к сожалению работает 2 светошимовой нет брюс поставлю светошим все-таки специалист снайпер штурм 2 хэвика псих поехали ох мишка вернется мобильный дробовики дадим и тому штурмовику потихоньку копим на снайперскую винтовку исследуем для тяжа пушку и качаем психо процессы вроде бы идут ну и потихонечку регионы там захватываем только игра кончится через 20 дней когда что объект адвент штурмовать но там уж не впервой давайте перерывчик сделаем на одну минуту я скоро вернусь блин так Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Повезло! Теперь видит одного! Я пропускаю вход! Я curl up. не надо даже ломать их не хочется блокировкой ох расходится на крыше что ли прыгать будет или дверь с ноги бах опа c вообще снайпер завел так что он вообще никого не видит уже и я палюсь в этот ход прикольно да чего ты боишься то ничего в общем вообще ничего ничего и никого работаем зря никаких овервочи ничего у меня нет я просто думаю что их мочкану за один ход понятно куда пойдут что они делают он удачно получилось правда full cover я его не добьем если только 69 прострелить его я выдушевление могу сделать блин чё сделал как-то и кто-нибудь знает още что что я натворил аркада пошло я не хотел кислоту делать потому что вдруг андромедон дальше вдруг чуваки с большим количеством мармора и более опасны поэтому тут снимаем два овервоча для начала наносим бонусный урон и дезориентируем по веру очень минус а где там а дезориентация не работает на них конечно же флешки тоже лесом идут о я же могу пробежать сквозь препятствия пробежать сюда я вообще добегаю из меня был ранен ган было бы классным что взорвать этих упорей что ли тем мэг выходит с фланга это да а что ты сделаешь решительно ничего не могу сделать с этим то есть а в любом случае получаю илюхи уже нет так а руки там сколько 47 не вариант гранаты еще меньше да 5 6 одного убью ракетой типа нет не аж ты ракета его я думаю этого надо с стасисом мочить я его не вижу тогда не будет воодушевления чем-то могу вот так подойти а стоп крюк сюда не как-никак и так какие задачи во первых чувак на у веру очень он скорее всего под стасисом будет это раз что наиболее опасен этих я никак не убиваю а вдушевление захватывает завершает ход до завершает то есть нужно сейчас черепашкой выходить пытаться хотя бы одного мега здесь убить 81 75 81 давай тут стасис вырубаем мэком но я получаю 2 арт обстрел от этих угол я сделать не смогу они скорее всего с места будет действовать сопрессность одного можно ладно да давай сначала до мэка вырубим до 2 хода готовился к да как так-то там показывал что значит стасис на дальнего тут надо рисковать какой смысл в риск если его страны не убиваешь уж лучше овервотч даже сделать здесь ну что full cover больше вероятности по это самое правый мэк у нас насколько там бронь к да нет тут не убьешь никак их то что кислотная что я по хеликом ходил блин и сапресс или ракета сапресс сапресс по кому поэтому сапресс овервотч может воодушевление я и стасис на 1 до до ближнего короче будет работать три человека ой блин ладно милишник но вот я боюсь что здесь ау я так зайдет что я могу не унести план по психу и у них еще пули с ядом это жесть и сейчас ау я еще нет стреляет рома блин час могу психу поиграть потерять тут снайпер на овервотч но он не добьет его в любом случае главное чтобы он на снайпера побежал конечно клонение царапины конечно же на хэвика промах отлично ой живи сейчас эвакуируем психа 100 процентов нас нет аптечки чтобы снять но после того как она отходит своем а плюс 2 и могло быть хуже значительно мы могли тут два у я получить по троим по четверым так снайпер увидел кого-то сик фиг вам скорее всего подведу снайпера так воодушевление серия меткий глаз и в этого стреляем поехали огонь души или все таки доминирование на копеечка да нет у нас разведка то есть вдохновение все таки вдохновение на револьвером тут серия меткий глаз причем начну я с этого товарища что пулей потому что вероятность выше минус мой окрас и из винтовочки поэтому 2098 плохо надо было сначала его папа коцать потом уже действовать так надо блочить мэка того кто внутри что он плотный я его так просто не убил протокол блокировки запускаем 90 процентов ну да там не сто шестьдесят пять сто двадцать хорошо два хода есть этого вполне достаточно для того чтобы я на этом ходу с этими с оставшимися то разбираюсь естественно бориус и дмитрий костин лучше да метку хочу потому поставить чтобы штурмовик по нему попал гарантированным но чтобы его увидеть я должен я должен подойти вот вот может даже и убьет штурмилка надо качать его точно не надо качать игоря уткину будем ну черепашку в первую очередь 96 добиваем раз вот ух у дмитрия костина было действие свободное но я брюсом конечно буду стрелять поэтому упырем 83 о лут е ну разведданные круче разведданные ты прям вот стабильно каждый месяц меняешь на улучшенный приклад и модифицированный приклад какой-то из них 2 и 2 единички гарантированно какой-то 3 улучшенный кажется это как раз 3 и заряжаемся а и тут доп действия у штурмовика побежали сразу к мэку отключение еще работает сейчас будем заходить слушайте а я то спал то есть психа мы оставляем традиционно начинаем с метки и собирание брони с мэка хэвики тащат вот это те самые хэвики ну те хэвики которые я хотел вот как раз вот в топ прокачки они помогают команде не только а у я самыми разнообразными но и точности и уничтожению бронированных целей наверно снова черепашки дадим kills этот так чтобы все было совсем хорошо я подойду поближе потому что патроны коготь сейчас будет соточка крита наверно 60 бывает готово это первые два пака безжалостность и на безжалостность тоже как бы мобильность действует ну то есть помогает плюс четыре клетки еще то есть ты бегаешь убил одного получил там сопротивление урону побежал дальше мобильность стрела я только не пользуюсь призрачной этой броней пока что револьвер перемещается на углу здания потому что из-за крыши он как раз и не видел что творится но хотя это не столь важно если наверное люди будут будут дальше двигаемся за фулл кавер ищем против вот ох ты ж ежик блин вот это паки пошли три архона и шарик три архона и шарик неплохо так считаю не самые слабые люди идут в мою сторону причем это реально один пак то есть четыре человека просто идут в мою сторону ну здесь точно угол хотя можно еще один ход подождать чтобы серия откатилась чтобы массированный огонь откатился я наверное еще так и здесь нет ничего нет хорошо нет да я могу с нашим второй завтрак Поехали Сейчас стоит на месте Сейчас уже можно делать угол, я полагаю Потому что угол, а потом серия будет Вопрос только, чем их бомбить Да, кислотный скорее всего Да, только ты не достанешь Надо сделать так, чтобы Ракета тоже особо не достанет, да, получается Да, ракета не достанет, потому что ты стоишь, хреново Может у утки на Игоря достанет Утки на Игоря достанет Как-то вот так, наверное, надо сделать С Богом Трех только задел Одного прям не видел, который под шаром стоял А, двух только задел Пошел револьвер работать Надо по ним светошум обязательно сделать О, хорошо, рева в одного архонта попадает Раз Давай-давай-давай-давай-давай-давай Дальше В шарик попал Два Все? Бывает Да, туда точно светошум Точно ситочку сначала, наверное, да, еще Куда-нибудь сюда Сюда не очень хорошо выходит А почему? А сколько будет захват, кстати, доминирование? 17% Да, даже на архонта Нет, здесь, скорее всего, будет просто Будет просто стасис На шарик Но после того, как все Либо стасис, либо светошум Ну как архонтов-то убить? Да убивай как есть Давай Уклонение спасло его От крита Разрыв есть Тут, скорее всего, да, в архонты Так будем стрелять Здесь все-таки Во Кислотка пошла Это другого хэвика Дмитрия Костена Арт-залп в КД А, ну в смысле не в КД Это про другое Сейчас, может, да, второй закинем Одного архона уже нет Вот так вот Машина старая, она не загорится Кажется Ой, кажется, нет Она просто в зелени Она нормальная Ну я горю Какая вероятность, что ты его убьешь Сложно прикинуть То есть тут получается Стасис по-любому на шар Там мясорубкой можно добить, если что Так, Стасис пошел Дальнего архона мы добиваем Фигарим протокол помощи на черепашку Есть лучше протокол нападения, конечно же На этого архона А, тут же не фанда еще Стасис не завершает ход Ну тогда А, нет Тогда, может быть, мы Мы, 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 мы Доп-действие Сейчас посмотрим Убьем, не убьем Крит убили Хорошо Вот Стасис надо было тоже придержать Сейчас же будет Я еще безжалостность Ну просто отступлю, естественно Горю Горю Шарик приходит в себя Надо, наверное, эвакуировать все-таки Хотя я могу потухнуть Через какое-то время Я надеюсь По-прежнему горит Стреляю обычным А почему показывает, что я, типа, его убью Уткиным стреляю Просто там вроде хп у него Значительно больше, чем может снять Снайпер при текущем раскладе Это же органика А не мех Как это как? Я, типа, шар не вижу в любом случае Прохладные истории Вот кому как верить в такой ситуации? Да, вот Бьем хэвиком И добиваем штурмовиком А, на него патроны действовать Хоть он и не мех Интересно, интересно Точность у штурмовика не очень Потому что горим Поэтому подбегаю чуть поближе Убиваем Горячая штучка Так, это было Раз, два, три, четыре Восемь человек получается, да? Восемь человек Уже по два пошло Все, вроде Да, остыл Остыл Ну, на разведку сейчас пойду Дмитрием Костяным Аптечек точно нет? Нет Надо переучить Специалиста На медика Надо переучивать его Обязательно Ну, хотя бы на заряды К аптечке Брукс подходит поближе Овервочем 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 Перезарядиться надо будет еще Стремно без разведки подходить Я даже не знаю Сколько там еще народу Ну, точно нет сектопода Это как бы прям Инфа-соточку Ладно, поехали так Вот они Два архонта Три архонта Уже и этих солдат Там, сектоидов каких-то Уже и не встретишь И они еще так встали Блин, что А снайпер что? Снайпер молодец И действие Но если массированный огонь То ты только по двоим попадаешь, да? Да, только По двоим Причем вот По этим двоим Фигово Досправимся Помнишь, к чему приводили В прошлые разы Такие вот Досправимся Да помню Справимся Рокет пошел первый Молчать Гренка 2 Круши все, ломай Бах Сейчас этот чувак Придет, скажет Шеф Лута пропадает Слышали? Окей Тут ориентировочно Света шум Ой, как замечательно стоит У нас Специалист Ладно, подходим Сейчас разломчик На самого плотного 92 Точно 92 Потом у 88 Вот потому и стреляй Перестарался Да я хотел довести Под серию Для снайпера А у снайпера Только один остался Ладно, давай 83 Меткий глаз Мы его Можем Но будем Делать стасис На плотного А убивать будем Штурмовиком А Ха Мы же и Женьке можем Все, никак не могу привыкнуть Что стасис Он такой клевый Огня уже нет Поэтому стреляем хорошо Точность должна быть 60 Ох, выпад Тебе может Так боком Досправимся Припасы Да, припасы Припасы идут Лесом К сожалению Хэппич стреляет Метку ставит 100% Сейчас Экспу дадим Черепашке Ниндзю Револьвер Может там Хотя револьвер В прошлый раз Не видел Насколько я помню О, свободное действие А черепашка И так справится Давай Ба Можно было Ближе подвестись Чтоб не 75 было Бла-бла-бла А кому еще Слону Давай Хорош У слона А, у слона Давно уже Фул Слону тоже не нужен Но мне нужна Экспа Так, это уже 11 человек 11 Дальше Опак Ха Разумоляю Какая туретка Что она может Сейчас мы ее будем Захватывать Процентов 40 Наверное будет Но Я хочу разведку 55 Ха Изи Йас Так Сейчас мы увидим Все Что там Вокруг вагона Вперед Влево Вправо И Не понял О, вон Вон Там кто-то есть Вон Архонт Ха Унижение 55% Попал Пархону Тут и не один же Там Милишный Солдат Отравление Кстати На туретке Отравление Потому что Ну как бы Событие такое Очень круто Очень круто Элитный Копейщик 46 Ладно Стрелять Так стрелять Револьвер А что я могу Еще сделать Я могу Доп Действие Но лучше Не буду Честное слово Смотрим Они же меня не видят Они видят Только туретку Только А нет Не-не-не Видит же Видит Милишный Видит Но если Милишный Побежит Он на 3 Овервотча Напорится Плюс Сапресса От этого Ооо Война с туреткой Сейчас начинается Кто же круче Архонт Или туретка Бах 4 брони Съел Я их даже Наверное Дуэльки Оставлю Так Умер Копейщик Элитный При этом Еще Курок Сработал Так Болеем За туретку 35 Точность Ё-моё Вот тут Невозможно Попасть Смотрите Как он Увернулся Тут просто Дистанция Это же Высокие Инопланетные Технологии Понимаете Это ведь Передовые Разработки Передовые Ё-моё Вот Ну Не попасть Просто Посмотрите Где Где туретка А где Архонт Ну тут Чисто 35% Ооо Попало Ладно Туретка Здесь побеждает Все равно Так что Не будем мучить Пытаемся Добить Бывает Рева Не расстраивайся Так Хэппич Ставит метку Попадает Скорее всего Укладывает Архонт Может быть Кстати Последний Это уже 16 человек 14 человек Да Кажется 14 Или 13 13 Да там 8 4 2 Получается 8 3 2 Хорошо Есть ранение Сейчас я хотел Специалиста Кинуть И Переучить Его Чтобы Медикит У меня был А то без Медикита Вообще И Левелап Убрюс Гремущая Смесь Растет Хэвик Улучшенный Приклад 3 Урона Топовый Приклад Вскрытие Превратника Женька В стрессе Я в Центр Военных Технологий Переучивать Пробую Артем Орлов Это слон Да у нас Я просто не знаю Как зовут Да Артем Орлов Да На чем я остановился Кажется я за материалами летел Да Нет Не за материалами Бойца можно взять Награда Боец Я вот хотел Инопланетные сплавы И кристаллы собрать сначала А потом материалы Сделать дробовики Сканем Готово 61 кристалл Иллерия Класс Окей Бойца брать Или Да и то и другое Давай сначала бойца Ветеран спецназа Лучевая пушка готова Для хэвиков Но это еще нужно купить Вскрытие Архонта Мгновенно Это Лучшее милишное Кажется оружие Да Терморезак Это что нибудь из последних Андромедон что даст? А это мины как раз А привратник Пси энергии Наверное Пси усилитель Все таки Привратником Так Скоро кстати Да Новый год 2036 Ох А бойцы Это у нас Черепашка Ниндзя 10 дней Может быть Даже следующую миссию Опять скипну Или вот Если бойца Возьмем Он будет Толковый Переобучение Бо еще дождаться Есть Боец Вэлери Лерой Рейнджер По слухам В этом секторе Отряд спецназа Оказал сопротивление Пришельцам В последние дни вторжения Мы отправили Разведгруппу И обнаружили Последнего выжившего бойца Который с энтузиазмом Принял предложение Вернуться Домой Девочка какая-то Так Я за ресурсами 12 дней И до гуфа Так что Скоро надо на объект Лететь Так Переучили Слона Показываем его Все то же самое Только Только полевой врач А не сканирование Точно Да Страж У него Какая-то Какая-то Странная Пушка Меткость Еще десятку Можно накинуть И надо Кому-то Еще урон При промахе Поставить Тройку Скорее всего Психу И Паладин Валери Лерой Меткость 80 Еще один Штурмовик Это Замена Просто Его можно Блогмастером Сделать Раз Ну Потому что Есть Овервотч Ран Иган Мясорубка Неуязвимость И Жнец То есть Абсолютно Другой Штурмовик На будущее Три дня Черепашка Вернется У нас Есть бабло Чтобы Произвести Дробовики И терморезак Тоже Не Ну В первую очередь Конечно Пушка Штурмовая Раз Вот и все Деньги Закончились Да Миссия Аватра Доступна Внизу На интерфейсе Можно Прямо Лететь Вот В Чили Штурмовать Объект Так что Собираю Материалы Чтобы бабла Не хватает Раз Два Три Отлично Новый Персонал Это Доктора Насколько Я помню И вот Теперь Вопрос Как мы Потратим Последние Девять дней Можно Вышку Построить Здесь Но это Долго Можно А больше Ты ничего Полезного Делать Не можешь Пока Что Только Подлечь Давай Подлечь Лучше Че Че Там Лечиться Там Уже Осталось Один День Где Там Семь дней На Нефанди Но Это Как Спокойно Мы Скипаем Так Так Что Еще Ядра Иллерия У меня Нет В зоне Испытания Я делать Ничего Не могу Да Только Черепная Бура В Партизанской Школе Есть Апы Есть Деньги Я могу Попробовать Разведданные Сплавы Взять Потому Что Сплавы На Производстве Предметов У меня Сейчас А Стоп Я могу О Нет Я могу Взять Уже Лучше Короче Снайпер Уберу Винтовку Сверх Дорогая 500 Или Два Терморезака Взять Они По 200 Вообще Я могу Вместо Одной Снайперки Взять Хэвику Пушку И почти Двум Штурмовикам Резачок Псилабе Никто не учится Да Кстати Псилабу Имеет Смысл Наверное Да Я Скорее Всего Возьму Неснайперскую Винтовку Возьму Черт Я хочу Гридануть Псилабу Еще Мощности Не хватает Инжи Сейчас Расчистят Я мощность Накидаю Тут В реле Питание Это Без проблем Псилабу Пока Дмитрия Михайлова Закидываем Доминирование Юзаем Сейчас Три инженера 150 материал Погоди 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 Черный Рынок Слетаем Труп Крисолида Изучающий Резак Появляется У всех Нет Конечно Да Улучшенный Прицел Улучшенное Автозаряжение Нет 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 Это Все Тлен Во Расчистили Материалы 140 Сплавы И кристаллы Вот это Очень круто Сейчас Нам может Хватить И Во-первых Ставим Одного Инжа Сюда Тут Копаем Последний Отсек Ой Не поставил Всех А второй Сам прыгнул Туда Далее Я хотел Я хотел Апнуть Псилабу Чтобы у меня Учились Пожалуй Да Сюда Запихиваем Нефанду После того Как она Вернется Но это Будет Совсем Скоро В Производстве Предметов Я беру Все-таки Ружо А я его Уже взял Я беру Тогда Блин Не хочу Все бабло Тратить Вдруг Сейчас Атака База Я не Улучшу Там Турельки Например Или Не смогу Кого-то Купить Важного Нет Терморезак И Все Хватит 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 Все Все точно Да Да А теперь Что Можно На миссию Полететь В общем-то Не Можно А Нужно Лететь Пока У меня Все живы Здоровы И я Готов Можно Было Эти дни Как-то По-другому Использовать Но Да Можно И нужно Эти дни По-другому Использовать На строительство Вышки У тебя же Есть бабло Уже Есть Все Острой Вскрыли Превратника Пси-усилитель Можем Мапнуть Сектоподы Исследуем А вот И миссия Смотрите Какая Петрушка Вообще Я не должен Туда Лететь Сейчас Или Лететь Но Вообще Никто Не должен Получить Ранение Иначе Пройти Будет Крайне Сложно Так Что по бонусам Здесь Инж Который Уже Не нужен Безлики Тоже Не страшно Восточная Европа Ученый Тоже Особо Не нужен Но Крисолиды В качестве Негатива А тут Разведданные За Разведданные Я готов Сражаться Готов Убивать А за Ученого Ты не Готов Ну а Зачем тебе Разведданные Сейчас Мода У тебя Практически Все И давай Лучше Ученого Есть Что Исследовать И тем Более Еще Предстоит Серии Исследований Квестовых У тебя Сутки На эти Миссии Сначала Лети На Аватар Давайте Проверим Еречи Пишет Значит Он В курсе Темы Штурмуем Объект Аватар Ух Блин Так Лероя Паладина Убираем Берем Второго Рейнджера Черепашку Бобер вернулся У штурмовиков Дробовики Уже обновились Насколько я вижу Бобру Я ставлю Ах Призрака У него нет Ладно Что я ставлю Бобру Патроны На крит Нет Грянку На светошум Всасит Жилет Хорошо же Зайдет Вообще Да Но это Только здоровье Это не Эреген Трассирующие Отравленные И меткость Тоже не нужна А ну пусть Жилет останется Улучшение Оружия Размер Магазина Можно попробовать Апнуть Урон при промахе Ему не нужен Вообще Сто процентов Настройка Спуска Шанс На доп действия Ей Нужно Три урона Дать Человеку Который Мажет Снайпер Не мажет Ну нет Как бы у него Слотов Нет Хэвику Жалко То есть Типа слону Нам давать На него Илюха И так Все хорошо Не ну А Хэвику Шмот Наружи Я тупить Начинаю Дико Просто Хэвику Расширенный Магазин Все равно Нужен Рано или поздно Будет А персональные Модули Есть у нас Какие-то Хорошие Не очень Да Медпак Еще нужен Слону Точно То есть Илюха Я должен Передавать Я же специально Слона Переучил Чтобы он Медкомплект Брал Да Так и есть А Илюху Кому? Нет Почему Брюс У меня здесь Я не понял Ну потому что Брюс Психов-то Нет Пока Брюс Вот пока Брюсу И Даем Вместо Звезошума Получается Так Вместо Граната Обычный Брюсу Можно модуль Дать Как раз Персональный А то он Вообще Пустой На уклонение Чтоб танковал Получше И вроде бы Сейчас я готов Работаем Так Это квестовое Задание Тут повышенное Количество Врагов Ну а Качество Этих Врагов Такое же Как и На других Миссиях Текущих То есть Там будет Попа Там будет Настоящая Попа Поехали Ну надо Иначе Гуф А резак Говорят Не хватает Уже на резак Вроде Ну и Если хватило То они Разменились Сами Снайпа Старая Ты вроде Новую купил Нет Вроде Где-то я Ошибаешься Решил Купить Дробовик У нас Маскировка Нет Ограничения По количеству Ходов Ооо Я помню Здесь Гуфался Когда Проходил Типа Бессейв Ну в смысле Не Бессейвов А сейвами Я тут Так страдал Было Дело Было Дело Поехали Работаем Мобильность Дикую Штурмовиков Сразу Рвутся Бой Ой-ой-ой Как я встал Неудачно Сейчас Флангом Могли бы Увидеть Да Уж Я просто не уверен Что это единственный пак Вот так Это не единственный пак Там За двумя Обычными Солдатами Офицером И милишником Стоит Архонт И Андромедон Такая Вписка Револьвер Остается на месте Интересует Сектопод Хух Хорош Сектопод Есть Слева Ну тут Фулл хаос Будет Так Это точно Ауя Какой-нибудь Для инициации Желательно Не переборщить При этом Так Несмотря на то Что Револьвер Видит Только Только Одного Я не верю Что Оно так и есть На самом деле Игорь Муткиным Обхожу За фулл кавер Ориентировочно Он будет Ракету Сюда Запускать Так и действуй Чего-то Вервочи Уже Не Да Не стоит Овервочи Делать Пошел Рокки Причем У него Илюха Один горит Револьвер Начинает Стрелять Раз По Андромедону Семерочку Давай еще 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 Там все Выходят Офицера Я вижу Два Хорош Попал По-обычному Тот Сгорит Сейчас Андромедон Еще С Архоном Если Побегут Архон Горит Есть Архон Вылетел Отлично Красавчик Рево Пушку Тебе Куплю В следующем Месяце С Получки Так Ну Здесь Мне бы Хотелось Конечно Андромедона Как-то Нейтрализовать Проще всего Его нейтрализовать Разрывом На самом деле А, но его не видит Никто Тогда Разрыв На Архон И Только Протокол Помощи Брюсу Потому что Именно На него Будет Покушаться Андромедон Разрыв На Архон Хорош Просто Крит И все И не отрывает Тут Не стоит Тут Может я увижу Андромедона Оттуда Не увижу Но только Отсюда А, вот отсюда Увижу Полуукрытие И так Сойдет Да Постреляю Хэпичем Да потому что Сопресс Нужен Нужен Сопресс Осталось Два Человека Они Должны Убить Вот Этого Одного Хорош Михаил Тащит 15 Критулечек Этот Жигарит Этот Горит Ну Окей С Богом Минус Ну Утого Точность Очень Плохая Он Видит Конечно Хэвика Под Полукавром Но Револьвер Еще Штрафует Его Оказывается Ну Это так Это Просто Урон Мимо Отлично Протокол Помощи Странно Странно Что Он Стрелял Вообще Под Фулкавер Нам Утал Хэвиком Вот Но Сейчас Проще Убить Его Уже Не Составляет Особого Туда Главное Чтоб Никто Не Вписался Револьвер Его Видит Хотя Погодите У меня Там Фулкавер Да Да Фигово Давайте Я Все Таки Кину Туда Запишу Туда Ракету Мне Нечем Просто Ему Надо Вроде Как И Армор Снимать Хэвиком Но Из-за Фулкавера Я Первую Фазу У него Убью А вот Вторую Вряд ли Метку Ставлю Следующим Хэвиком Вот Кому Надо Было Три Урона Давать Брюсом Револьвер Не Должен Действовать Ни В коем Случа Сейчас Тут Ладно Будем Стрелять Тогда Хэвиком Еще Разок Не Погоди Вот Ты Как Раз Нет Пусть Лучше Слон Да Он Не Убьет Просто Его Тупо Не Хватит Дамага Если Только Не Крит Ну Ладно 7 Хитов Он Еще Не Добежит Скорее Всего До Меня Так Что Я Зря Сильно Переживаю Убиваем Ему Его Раз И Сейчас Револьвер Будет С метким Глазом По Нему Бить С бонусом Ой Раз В 84 В 85 Бах 16 Уроды И Бобер Пожалуй Будет Пытаться Его Добить У него Ж Звание Нужно Правильно Понятно Что 64 С дробошаток Сложно Попасть Но Надо было Ставить На Overwatch Ну Хотя Это Пофиг Ладно Смотрим Что Делает Вроде Не Должен Добежать Стоп 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 Хватит Блин Добежал Мясорубочка Может он На Рывке Бежал Вообще Что Он Слишком Резвый Я Не Знал Что У него Так Прям Все Хорошо Да Это Было На Рывке Хорошо Добиваем Бобром Он же Не Взрывается Идем Черепашкой На Разведку Перезаряжаемся Может имеет Смысл Снайпера Поставить Там Повыше Куда Там Я им Пока Пройду Право Тут Перезарядка Тоже Перезарядка Тоже Перезарядка Подходим Ближе Должны быть Туретки Сектопот Дальше Враги Другие Есть Туреточка Вот Туреточку Мы Любим Уже Мы Ее Захватывать Пробуем Если Что Ее Всегда Можно Убить Сверх Тяжелый Турель Разведка Самое главное Что он Дает Вижен И Внимание Противников Приковывает Это Помогает Особенно Когда Речь идет О вражеской Базе 50 на 50 Давай Дала Хэвика Можно Можно было Массированным Огнем Снять Кавер Да Это Правда Ладно Стреляем Тогда Снайпером 80% Промах Вообще Турелька Никого Не видит Хоть Я не знаю Чего Переживать А 90% Слушайте То есть После Хода У нее Характеристики Опа У нее Характеристики Возвращаются И сейчас Я наверное Просто подожду Протокол блокировки Три хода И то что останется От Оп То что останется От туретки Я попробую захватить Все таки Откатилась Откатилась Значит Черепашка Возвращается Сюда Видим Туретку Здесь Протокол блокировки Запускаем Там все Пять хитов Но опять же Повторю Это для того Чтобы Получить Разведку О том Кто там Вокруг Находится Насколько Интересно Защита Понизилась Было 54 55 58 Это Надолго А у него Пассивка Если Стайп Не ходил Предыдущий ход То в следующем Меткость Понятно Все Тогда Забиваем Да Действительно Характеристики Поднимается 90 промажет Револьвер О Клинки у нас У этих Штурмовиков Новые Я только сейчас Увидел Джедаевские Клинки Убиваем Туретку Ладно Красавчик Продвигаемся Вперед Там окна есть Там дверь Там можно сейчас Прямо увидеть Да Сектопод Увидели Туретку Сверху Ладно Ну Туретку Я буду Просто Просто так же Ломать Сектопод Еще не один Причем Маскировку Врубим Еще одно штурмовика Подведу Быстро Они молодцы Туда Туда Заряжать Кислотку Нужно Он Просто Выходит Ничего Все Ну Это Хорошо Даже Ой И еще Пак Давайте Тоже В кучу Ребят Ну Это Угол Для Снайпера Прям Безусловно Не знаю Что Свободную Перезарядку Надо Сделать И Просто 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 Ставить Для начала Вот так По Всем Далее Может быть Даже Смассированный Огонь Запилить Потому что Я Почему Не подняться Повыше Не может Он Повыше Подняться Я боюсь Что меня Спалят Когда Я буду Подходить Но я должен Агрить Уже сейчас Вот в чем Дело И отсюда Я Рокетом Не докину Можно АОЕ Разряд Конденсатора Сделать Тут Техника Техника Но Тоже Нужно Подойти А Это Чреватом До Сюда Можно Дойти Полу Кавер Забей Да Да Как Я Вас Ненавижу Не показывалось Что Видит Револьвер Короче Понеслась Раз Шестерка А Секноподы Решил Не стрелять Да Ну и правильно Зачем Так Тебе нужно Сначала Кинуть Кислоту Потом Может Еще Под Сапрейс Что Нибудь Или Даже Массированный Кислотный Ожог Минус Четыре Армора Хо Ра Шо Тут У штурмовика Проблема В том Что Он Спалится Сейчас То есть Лучше Ему Сейчас Просто Пробежать Вот сюда Скажем Фулкауэр Фулкауэр Чтоб Те встрепенулись Да Поехали Угу Ну ты Редко Пофиг А вот Мек Может Побежать Мек Не Побежал Как-то Неудачно Получилось Все равно Ладно Что у нас Здесь есть У нас Здесь есть Разряд Конденсатора Вот так Вот Точно Нет Тебе-то Мелкий Не нужен Тебе нужен Разрыв Вообще Друг По Сектоходу Давай Разрывай Господи 13 урона Какая Жесть Только Надо было Сначала Конечно же Стрельнуть Хэвиком Чтобы еще Армор Снять Еще бы Лучше Получилось Знаете В чем Фокус О Там еще Свободное Действие Оказалось Я Скорее Всего Скорее Всего Взорвусь От Сектопода Да Подзорвется Так что Свою Замечательную Идею Я лучше Оставлю Уже Так а может Сейчас Грянку Закинешь Достанешь До дальнего До укрытия До своего Достанешь Так а кто Не ходил Еще Черепашка Но может И не стоит Ходить Потому что Если Начнет Ходить То Спулит Мекан Сектопод Еле Держится А вот Брукс Может Кинуть Илюху И это Наверное Правильно Да Но Нет Нет Потому что Я Сектопода Должен Убить Брукс Стреляет Набивает Может Задел Соседа Да Задел Соседа 5 урона Я Смогу Как То У меня Есть Действие После Убийства Да Отлично Тогда Крюк Убиваем Этого И Валим Да Чтобы Мэка Спулить Ты Издеваешься Просто Сиди Да Сейчас Будет Больно Да Сейчас Три Человека Будет Стрелять Тут Овервотч От Снайпера Но Это Только Пул Пока Они Нет Сейчас С Бонусом Еще По Мэку Ой Хорошо 9 урона Защита От Взлома Снижена Больше Половины ХП Револьвер Снимает Там Еще Щитовик Будет Ранение И Еще Один Выстрел По Щитовику Почти Почти Попал Вообще Револьвер Может Даже Стрельнуть Разок Там 5 6 Нет Да Стреляет Красавчик Давай 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 Ату Хорош Вот Начал Работать Может Еще 6 Остался Выстрел Тебя По Верхнему Нет Не Осталось Фланга Нет Но Полу Ковер Попадение Скорее Всего Бьет 5 Рона Терпимо Терпимо Все Хорошо Главное Сектоподы Развалили Туретка Правда Правда Еще Забыл Бонус Сверху Ой Попадает А там Еще Реген Отлично Сейчас Можно Уже Выходить Из Сумрака Единственная Револьвером Бы Мэка Тяжелого Может Серия Лучше Ты не Видишь Никого Только 22 Человека Зачем Тебе Это Все Равно Серию Можно На 2 Справа У нас Люди Никчемные Абсолютно Наверное Нужно Крюком Штурмовиком Прыгать Наверх Убивать Щитовика Да С палец Но Стоп А я вижу Туретка Здесь Меня будет Видеть Будет Плохо Но его Нужно Убивать Ты его Может И не Пробьешь Еще Ладно Револьвер Убьет Убьет Револьвер Револьвер Двоих Вот Револьвер Как раз Поможет Добиться То есть Приходит Аркада Пошла Во-первых Тампак Может быть Внутри Еще Один Может Мясорубочка Сработает Я не знаю Блин Капец Вот Вот Ошибка Ой Блин Точно Нужно Отступать Штурмовик Штурмовик Точно Сможет Сам Отступить Оставлять Хочется Конечно Сюда Зарядить АОЕ Бла-бла-бла Не за Ориентацию Жалко Жалко Снайпера Не подвел На возвышение Не увел Брю скорее всего Илюху Тут скорее всего Светошум Куда-нибудь Наверх Тут Тут Отступать Этого Блочить Или Отступать И Закидывать Короче В любом Случа Отступать За Фулкауэр Ориентировочно Сюда Это Раз Что По Разряду Конденсатора Не дотягиваемся Ну я Ожидал Такого Что По Блокировке Сектопода Нет блокировки Сектопода Абсолютно Нереалистично Там Титан Пробовал Это делать Когда 165 Там было Процентов 60 На блок У этого Будет 40 54 Да Нет Надо Мека Нейтрализовывать Или Или Даже Нет Штурмовик Точно Валит Делаю Призрака Чтобы Увереннее Свалить Но я не уверен Что нужно Прям Вот Прям Далеко Далеко Валить По Мэку 100 Мэка Нет смысла Блокировать Мы серии Убиваем Мэка И стреляем Еще По Одному Уж Ты его К черту Просто Идем Убиваем Всех Плохая Идея Михаил Очень 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 Плохая Так А кого Видят И где Пацаны Под Илюху Никого И нигде Практически Его Можно Ставить Куда Ни В Левую Часть Или В Центр Под Когда Будет Подходить Лучше Влево Куда Окей Тогда Действуем Более Как это Сказать Безопасным Способом Уходим Из Вижена Брюсом Вообще Кидаем Иллюзию Приблизительно Блин Под Мэка Щитовика И возможно Туретку Ну и под Тех Кто Потом Подойдет Здесь Мы валим Инфо Соточка Вопрос Куда И Будем Лим Мы Наносить Какой-то Урон Вот Мне Это Место Нравится Потому Что Я Тогда Смогу Продамеджить Во-первых Меня Отсюда Никто Не Видит Кроме Вот Этих Двух Упырей Раз И Два Я Тогда Смогу Помочь Мэка Отстрелить Снайпером Да Давай Очень Зря Очень Зря Сейчас Аркажу А Если Я Убью У Действие Будет А Снайпер Видит Теперь Только Этого Ну Окей Значит Штурмовик Подрезает Этого Упыря Получает Действие Молчать Мобильность Плюс 4 Решает Плюс Еще Мобильность Армора Классная Давай Покажи Сколько Ты Смогу Смотрите Как Бегает Некоторые На 2 Хода Сколько Бегают Так А по Мэку 78 Тогда Точно Убью Есть ли Кто-то Кто Может Еще Добавить Либо Точности Либо Да Точности Может Хэвик Добавить Только Укрытие Я тогда Свое Не Бомбу Я не хочу Тратить Там С Сектоидом Сражаться Нужно Будет Здесь Скорее Всего Фулкавер И Светошум Туда Еще Закину Или Свалить А можно Стрельнуть Снайпером Подойти Этим Добить Это Будет Правильнее А у меня Еще Нехоженный Специалист Стоп Протокол Нападение Все Или Или Тебя Тоже Отвести Протокол Нападения Протокол Нападения Да Давай Протокол Нападения Туретку Правда Видно Вот В чем Проблема Не Надо Валить Туретка Ты его Видит И Он Ранен Еще К тому же А Точно Видит Не Не Видит Туретка Просто Я могу Юзать Да Значит Протокол Нападения Пошел Раз Я скорее всего Штурмовиком Добью То есть Подойду Добью И убегу А Светошум Ну Это Уже Извините Я понимаю Что Револьвер Может Убить Майка Да Светошум Нужен То есть Отходишь Ориентировочно Сюда И Закидываешь Наверх Светошум А вот И Сектопот Которого Рева Не Видит А ему Ну твой Светошум Ты знаешь Вообще Ну там Еще Три Человека Стоит Четыре Даже Если Мы Попробуем Щитовика Взять Щитовика Особенно Важно Взять Потому Что Он Способности Не Сможет Юзать Ну С Богом Ребят Отличный Светошум На одного Добиваем Мэка Надо Запоминать Позиции Бойцов Вражеских Все Таки Сапресс Сможем Не Ничего Не Сможем Ничего Я Подхожу Хэвиком Смысла Уже Шкериться Нет Уходить Черепашкой Да Уходить Черепашкой Бобер Сейчас будет Страдать Метка Броню Ломаем Хорош Ой На Илюху Пошел Ой Хорошо Как я Илюху Поставил Вообще Он Озабочен Смотрите Прям К Илюхе Бежит Он Даже Ничего Не Сделает Этот Ход Судя По Всему Не 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 У тебя Ходов Нет Есть Ходы Илюха Живи Живет Илюха Красавчик Так Ну Еще Там Банда Туретка Не Стреляет И она Не Видит Никого Ну Вот Трое Будут Действовать Это Обычный Оверооч Окей Милишный Телепортируется Падает Бежит К штурмовику Мясоробочка Там Затевается Меч Грейженый Но Если Не Попадает Толку Нет А У меня Критует У Двенадцать Ну Блин Капец Ох Ладно Левый Дезориентирован Он Не Попадет Он Сейчас Он Ничего Не Сделает По Илье Только Стреляет Вряд И Попадет В общем Я Попал Сприк Вот Там Еще Звук Такой Был Тупой Знаете Как будто С приклада Бьет Бум Плюс Два Хита Бобер Лечится Но Сейчас Ситуация Достаточно Простая То есть Свободная Перезарядка Точным Скорее всего Мы массированный Огонь Затеем Вот Так Что По укрытию Посносить По своему Вроде Не Попадаем Несмотря На то Что По пути Стоит Да Броня Минус Промах Как Интересно Надо ставить метку Я еще Массированным Огнем Надо было Гранату Делать И стрелять Это ошибка Конечно Я мог И то И другое Сделать Так Так У этого Против Оверочи Есть Да Темы Обходим О Хорошо Как Работает Мне Сегтопот Нужен Конечно Ж Давай Критани 62 Протокол Защита На Бобра Обобертого Убьет Того Броссука Кританет Убьет Значит Действие У него Будет Свободное 85 Крит Конечно Убьет Серия Пошла Револьвер Не видит Чувака Справа Как Неясно Протокол Нападения Убиваем Сегтопода Почему 4 урона Я не понял Меткий Глаз Сегтопод Должен Взорваться Надо Бобра Бобра Действительно Эвакуировать Сейчас О Лут О 97 Ушло Укрытие У этого Но я Его не пробью Не хватит ХП Так Так Реально Эвакуировать Бобра Нужно Он Конечно Там Не надо Рисковать Валим Стрелять Опа А вот Это Интересно Отсюда Я могу Увидеть Копейщика Ладно Остались Не такие Опасные Пацаны Всего Три Человекам Четыре Человека Овер Вочет Револьвера Не потому Который Должен Промах Овер Вочек Спрыгивает Еще Один Там Это Чит Наконец Сделать Я полагаю Вот его И будем Снимать Час Первая Очередь Блин Дичь Что Что Револьвер Что Револьвер Тут Обычная Перезарядка Можно Выстрел Сделать А Нет Необычная Перезарядка Надо 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 Просто Убивать Этих Гренкой Тот Упадет Нанесем Урон Снимем Стеночки За которым Они прячутся Овервоч Снимем Очень хорошее Действие Овервоч Сняли Щит И Элитный Солдат Элитный Щитоносец По-прежнему Плотный Ну а что ты Хотел Надо Стрелять Так Надо Стрелять Тогда По Уже Не важно Уже Не обязательно Его убивать Вот В чем Дело Подходим Уткиным Игорем А у нее Есть гарантированный Урон Простой Приклад Урон При промахах Это единичка Сюда Скорее всего Я ультану Просто Возьму Еще Лут Лут Это наше Все Есть Ядровая Лерия И улучшенный Расширенный Магазин Кому только Я не помню Но кому-то Нужно Очень Все Ультуем Дезориентация Урон Все дела Здесь Снимаем Да Не важно Уже Кого Снимать Давай Милишника Снимем Хотя Не надо было Милишника Потому что Милишника Может Снять Кто угодно Поближе А вероятность Попаданию Одинаковая Кто там Живой Все живые Усием Ну светошум Напрашивается Опять же Ну хотя Ничего он не Напрашивается Потому что Потому что Он тупо Не нужен Я пробегу Лучше сюда Фулл кавер И Увеличенная Вероятность Щитоносец Солдат Давайте по щитоносцу Раз Можем уйти отсюда Если захочется И попробуем Пострелять По последнему Которого А не Я не увижу Никого Да Тогда Увервотч А здесь Чуть отступлю Хотя Не обязательно Потому что Скорее всего Спеца будут бить Они дезориентированные Все плохо Ничего не сделать Но не будут стрелять Могут попасть Но Это маловероятно Овервотч И по хэвику Стреляют Хэвик Под фулл кавром Поэтому Мне же штурмовика Нужно качать А, эту редко Еще же видит Штурмаша Неуязвимость Он же убил От выстрела Класс И овервотч Окей Ну здесь Соточка Убиваю Сразу же Раз Слону Экспа не нужна Экспа нужна Феррари На него не действует Черт Ладно Режь Овервотч Хотел сказать Не действует Разрезаем Да и надо Чаще резать И может Еще походить Причем Она может Походить Реально Нет Не надо Реально Ходить Ты уже Ходил Несколько раз Реально Все Ждем туретку А вот Подкреп Отлично Чтобы принять Подкреп Делаем Во-первых Угол И немножко Овервотча Я не буду Не буду даже Не буду даже Там Как-то Их Под укрытие Подводить Отводить Просто смотрим Кто прилетает И чем это Заканчивается 102% Кринбл Копеечка Добеет В том числе Ча вынесет Мин уставь Такий совет Нет мин Мин Нет Мэк Милишник И щит Овервотч Понеслась Револьвер Настреливает В мэка Кажется Он настреливает Нет Не в мэка На любое действие Реагировать Должен Так Минус нули Офицера Ой Милишника Вроде Да Это все Очень мало Очень мало Стреляю по тяжелому мэку Метким глазом 100% С м-патронами Вообще Сразу крит И все И минус мэк Так У тебя Увервотча Нет? Нет Обходим Убиваем Пушки нужны Хэвиком Тоже Хорошие У них уже Точность Классная Они часто Стреляют А вот Урона Не хватает Хэпи Стреляет Ну хэпи Чтопи Чужой Тоже Экспо Не нужно Сейчас Наверное Уже не стоит Заморачиваться Кому нужна Экспо Кому нет Там всего Два человека Осталось Все Больше Никого Нет Ну кроме Туреточки Я уже Не буду Тут Туретку Добивать Все Окончание Игры Сегодня По крайней Мере В ближайшее Время Не будет Мы в четвертый Раз Откладываем Проект Адвента Ставим Точку Эвакуации Где-то Так Чтобы Не подставляться По туретку Большинством Ну и Чтобы Штурмовик Добежал Все Стягиваются К точке Бобра Уже Эвакуировали Он там Лечиться Будет Очень Долго Ну если Замена Там По психу Мы можем Кого-нибудь Взять Тем более Психа Психи Двое Тренируются Поэтому Нормально Ну конечно Это было Обидно Когда К тебе Подходит Милишник Ты по нему Мажешь А он по тебе Так попадает Так попадает Что Что Сразу Чуть Не Убивает Проект Аватра Я сказал Адвента Сори Конечно Аватра Все Справились 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 18 человек 3 ранения Одно Серьезное Точно Одно Легкое Одно Среднее Скорее Всего Ну просто Простое Возвращаемся Тяжелое Тяжелое Сегодня У нас Трансляция С вами Столько Потерь С самого начала А Легкое Ранение И ранение Отлично Улучшенный Расширенный Магазин Магазин Плюс 3 Мало Инжей Мало Ученых Так Смотрите Я хотел Быть Понять Кому Нужно Магазин Давать Скорее Всего Хэпичу Потому что У него Он Типа Дырокол Он Там Меткий Или Все Таки Нет Саппорту Который Стреляет На Овервотч Постоянно Да Вот Ему Нужен Улучшенный Магазин Фиг знает У меня перезарядка Есть Быстро И давайте Хэвик Все-таки Дадим У него Тоже Топовые Практически Только Шанс Доп Действия Не Максимальный Так Давайте Тогда Вот Так Вообще У Хэвика Топовые Обвесы На пушке Магазин Снайперов Так У снайпера Так 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 Свободных Инжей Нет Я не обратил Внимание На время Которое Потребуется Для того Чтобы Терпимо Вполне Вполне Терпимо Даже Если Без Бобра Пойдем Как бы Тут Есть Штурмовик На замену Окей Аватар Откладываем Тут Кажется Три Точки Еще Было Да Да Есть И Теперь Ретранслятор Доделываем Правильно Да Ретранслятор Доделываем Подключаем Европу А Еще Задание Доступно Я Еще Успеваю На следующем Миссии Слетать А С Кем С Муном И Дмитрием Михайловым Нет Все Забейте Крисолиды Нас ждут В следующих Миссиях Ага Больше Народу Поломка Сектопода Поставили Вышку Во-первых Да Контакт Установить Не удастся Разве Данных Не хватает Давайте В штаб Вернемся Потому что Сейчас ресурсы Дадут И кто-то Может Появился У нас На закупку Но я вряд ли Буду тратить Поломка Сектопода Завершено Что дают Гремлин МК-3 Крутая Штука Топовый 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 Там еще данные Останции Надо в следующий раз Сделать Короче Производим Предметы Это Гремлин Материалы Сплава Кристаллы Да Ресурсы Один день Бойцы Не готовы Еще А вот Сообщение От Совета Доктор Доктор 431 Ооо Еще Крисолиды Аватар Вот Надо вот этот Вот Вот эту штуку Надо предотвращать Летим за материалами Потому что нужно бабло Я все равно не смогу Револьверу купить Если конечно На черном рынке Там сплавы Не посправляют По клевой цене Восстановились Ооо нет Не все Восстановились Вип Ученый И много Разведданных Но надо лететь Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Так Хорошо Убираем Муну Убираем Дмитрия Михайлова Смотрим Кто есть Слон Все равно Очень Неполная Численность У меня То есть По сути Есть только Господи Какая Какая Дичь Ладно Есть револьвер Тут штурмовик Какой-то Непонятный Абсолютный А хэвиков Что вообще Не завезли Нет Есть хэвик Отличный Кислотную Плазменную Это ок Это не ок Так А Дмитрий Михайлов Чего Псиусилители Нужны Кстати Мы сейчас Сделаем Псиусилитель Две раковины Превратников Три Трупа Сектоидов Нужно Наверное Сразу Делать Из трупов Превратников Не копить Сектоидов У меня Есть Парочка Трупов Превратников Или Один Скорее всего Два Убивал Трех Одного Вскрыли Но вот Это очень важная Тема Особенно Для двух Псиков Да Призрака Новому Рейнджеру Зачем Может Кровавую Баню Строить А Типа Что Она Такая Продвинутая У нее Ну У нее С Модулями Проблема С улучшениями Проблема Крит Даем Ей Доп Действия Даем И урон При промахе Даем Персональный Боевой Пусть Будет Воля И Призрака Говоришь Да Призрак Только Один Надо Снимать С черепашки Призрака Вообще Стоит Попробовать Конечно А Но у Черепашки Зато Освобождается Слот На Светошум Как-то так Все Да Да Нет Дмитрий Михайлов Не готов Тоже Светошум Поставлю Ну Вроде Готов Теперь Уже Готов Какой-то кривой Не туда Жмякнул Черный рынок Нет Операции Совет Начать Операцию Все Пока Наши пацаны Там Чинится Лечится Восстанавливается Дмитрий Михайлов И Му Слава богу Муна нет Я уж Испугался Что Мун Полетели Штурмовику Мечник Очень нужен ПБС На точность Чтобы он Мясорубкой Не мазал Серию Килов Следующий Персональный Боевой Меткость Я точно Буду Давать Штурмовикам Штурмовику Хотя Как же Без мобильности Доставьте Випа в точку Эвакуации Сложные Миссии Конечно Сложные Что же делать Пацаны Всем добрый Вечер Кто присоединился Не так давно У нас Седьмая Часть Трансляции К с чем Уже практически В топовом Эквипе Уже практически Все Топовые Звания Подключаем Потихоньку Регионы Наверное Имеет смысл Зал теней Сделать И Уже делать Квестовые Исследования Но всего Впритык Хватает И Лерия И ядер И разведданных И материалов Все очень Ограничено И конечно же Офицеров Тоже Маловато Всегда Какие-то Проблемы Даже приходится Миссии Скипать Ну что ж Эвакуация Второй этаж Здания Прям Не сворачиваем Но не сворачивать Может быть И вредным Раскировка Есть Бежать Достаточно Далеко 12 ходов Есть Бегу На фул Это раз Бегу На фул Это два Офи 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 это капец просто штурмовик обречен его сразу надо эвакуировать тут не только штурмовик обречен тут скорее всего как только я пойду вписываться за эту хрень все ты где даже псих ненормальный мне даже стасиса нет о господи ладно допустим ты его тупо эвакуируешь не вписываешься сейчас раскидываемся распределяемся по точкам кавер овервочи и прочее снайпер делает угол начинает там постреливать да потом в пятером проходить миссию с одним никчемным с психом четвером проходим смесью пройдешь эвакуация нужна и этого и дальше читать чат на этой карте нельзя эвакуироваться и и пресет так сюда ориентировочно закидываем раз этот крюк скорее всего наверх и серия 2 тут конденсатор скорее всего конденсатор так кроме игре утки на месте хэвик а вы только один хэвик можно проверить что вышки может быть там вернут мячики действия блин я тут вообще могу лечь на этой миссии то есть я в принципе могу лечь полностью в этой миссии да и люк то один есть но вот это два понимаете когда вы видите перед собой семь человек алюха выдержит два выстрела где-то всего лишь самая главная проблема понимаете в том что неважно какое количество ходов у меня даже если я сейчас перегруппировалась там понятно что этого товарища крайне сложно спасти протоколы всякие понятно там дебафы на врагов но и 8 человек видит 7 просто и я оставшимися которые не походили если выкинем психа четырьмя даже половину их не убью никак вообще не как спасти пацанов я в общем то могу например забить на нашего штурмовика и просто убегать и вокруг обходить вокруг 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 и к точке выходить пытаться как то но если я сейчас пишусь то назад уже дороги не будет все кто будут получать ранения эвакуироваться до тех пор пока до точки не дойдут не смогут и уж тем более я вряд ли смогу пробежать в тупую вперед потому что это что мы видим только половина проблемы я так попал спасибо за внимание на этом трансляция завершена нельзя сейчас проходить эту миссию слишком ответственно